Итак, самое доброе утро! Сегодня у нас 29 сентября 2016 год и я поехала в Джексонвилл. Только что выехала из дома, поехали к Аллочке и к Тоне. Я с утра позвонила, говорю, ну что? Она говорит, давай, 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 скучаем, приезжай. Все, лечу на крыльях. Я сейчас возьму 50-ю трассу, Колониал Драйв, заеду до океана и там по океану потихонечку буду пробираться. Я не поеду по скоростной трассе, потому что очень много интересного на океане. Может быть, остановлюсь в мотеле Геннадия Балашова, я знаю, он сейчас в Украине, но выпью там чашечку кофе за 2,50. Шикарный кофе. Так что поехали! 60% вероятности дождя. И на нас идет тропический шторм Мэтью. В субботу-воскресенье он, возможно, будет у берегов Флориды. Они говорят, мы пока не можем предположить, насколько сильный шторм, потому что он очень далеко. Итак, поехали. Сейчас остановлюсь на Старбакс кофе, возьму себе крепкого кофеечка. Я всегда беру дабл-шат эспрессо. Такой крепкий-крепкий кофеечек и вперед. Боже, какая красота! Сегодня у нас с утра было 25 градусов тепла, и вот сейчас уже 30. Я только перед выездом посмотрела на термометр 30 градусов тепла. Ну, вот такая вот у нас зима. У нас зима, каждый день 25 градусов тепла. Даже если утром могут быть заморозки, а такое случается иногда, крайне редко, конечно, но случается. И все равно днем будет 25, извините, и все равно 25 градусов тепла будет. Такая погода замечательная всегда, постоянно солнце светит. Так, наверное, я здесь припаркуюсь или мне там припарковаться. Наверное, здесь Drive True. Я не поеду True. Я поеду, я люблю заходить внутрь, я не люблю ездить и вот это заказывать через окно. Итак, Старбакс. Очень приятное место, очень уютное, прохладненько. Сейчас мне сделают мой кофе и поедем дальше. Ай, как пахнет мой кофеечек. Ай, как пахнет. Пинки сумачки. Я всегда пью с ханей, с медом. Налить сливки полноценные или молоко. Ну, я не. Я пью без молока и без слива. У нас ездят на таких велосипедах, хотелось бы, на таких мотоциклах. Вот стоит на инвалидном месте. Вообще инвалиды, я офигею с наших инвалидов. Ну, тут вообще честь и хвала. Просто честь и хвала. Они не чувствуют своей инвалидности. Понятное дело, если люди, допустим, плохо ходят, либо не могут ходить. Вообще тут для них все. Передвижение просто замечательно. Даже автобусы я показывала, когда-то я рассказывала много раз. Сейчас даже автобус подъезжает перед инвалидной коляской, останавливается, опускает свой носик, выдвигается металлическая дорожка. Человек въезжает и едет спокойно. Я вчера вечером слушала дебаты между Клинтом и Трампом. Я хочу сказать, ну, я сразу была привержена Трампа. Сразу сказала, что он выиграет эти 9 президентских выборов и станет президентом. Это чурка какая-то. Я вчера, конечно, послушала начало дебата, все не дослушала, до конца уснула. Уснула. Я хочу сказать, Трамп, конечно, трезвомысливший человек. И его программа, ну, во всяком случае, то, что я услышала, мне гораздо больше нравится, чем программа Клинтона. И он ее осуждал несколько раз. Он говорит, ну, что ж ты такая, если ты говоришь, что ты можешь увеличить, допустим, количество рабочих мест и прочее, прочее, почему же ты не сделала это за 30 лет своей работы и там и сенатором, и секретарем штата, и все прочее. Он называл ее секретарем штата, а она называла его Дону. Это так мне понравилось. Как бы она его называла по имени, а он ее называл секретарем штата. Ну, не знаю. Он мог бы ее называть Хиллари, или там, мисс Клинтон, или я не знаю. Она могла его называть мистер Трамп, или как-нибудь. Ну, вот это мне немножко не понравилось, я чуть-чуть не поняла, почему. Так покрасила себе лужки, а то я вечно езжу какая-то ненакрашенная. Если честно, я всегда забываю. Я всегда забываю. Поэтому у меня помаду я покупаю крайне редко, потому что, ну, хочется намататься. И потому что, ну, вот-вот-вот, и вечно забываю. Иногда такая линга, да зачем? Я вообще, зачем красить губы, если я, допустим, какой-то там футболки, майки. Так, я вот так постоянно наезжаю на... Постоянно наезжаю на бордюры. Давай, поехали, поехали. Ровненько, 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 ровненько. Сейчас буду ехать очень долго и буду болтать. Так иногда просыпаешься, допустим, с утра, или думаешь, ой, вот какая тема интересная. Надо об этом рассказать. Или там читаешь какой-то комментарий, думаешь, о, надо об этом рассказать. И все как-то уходит, уходит, уходит в сторону. И всегда забываю за темы. Но сейчас у меня много времени. Очень много времени. Поэтому я пока буду ехать, я уже буду болтать, трепаться. Батарея, которая у меня на валом, память на карте на валом. Вчера загрузила два видео, но не стала их выставлять. У меня там есть отчет по... По тому, как я съездила в суд. Я там много наговорила, наверное, лишнего, поэтому я не стала выставлять. Так, в двух словах расскажу, что... Я ездила в Калифорнию, у меня был суд с гуглом и с ютьюбом. И я ожидала увидеть там каких-то... Каких-то white color, какие-то там представителей там в костюмах, в пиджаках, серьезных, с папками. Да нифига. Приехала девочка молоденькая, лет, наверное, под 30 ей. Вон как, вон как перебегаются андолиты. Сейчас, сейчас, одну секундочку. Сейчас я немножко отвлекусь, и перебегаются андолиты. И вон стоит дяденька на переходе, в инвалидной коляске. Она у него электрическая. Ну, понятное дело, что она у него. Видно, не видно его? Видно, наверное, чуть-чуть. И вот он сейчас, загорится зеленый свет, и он поедет. Ну, понятно, что такие приспособления есть во многих странах. Такие электрические тележки, или как каталки, или как сказать, кресла, кресла инвалидные, есть во многих странах. Но, насколько я знаю, ну, допустим, в бедных странах такую коляску просто могут отобрать. Человека могут побить там, или просто высадить, отобрать. Ну, и, опять же, есть места, где высокие горы, например, там. Не знаю, как там они ездят на таких, но, наверное, тоже как-то ездят. Не знаю. Итак, пришла девочка, молоденькая, красивенькая. Анатолия Пуэрториканка. Она такая смуглая, смуглая, смуглая. И я у нее спросила вообще, кто она, что она. Потому что адвокаты не имеют права представлять интересы сторон в small claim court. Small claim – это маленький иск. Маленький иск до 10 тысяч долларов. Как я уже раньше говорила, я подала в суд, ну, как бы, чтобы прощупать, чтобы прощупать вообще что-то такое, и вообще, с чем его едят этот YouTube и этот Google. И, начиная с малого, я обнаружила такое, что мама моя родная, честно. Я такое обнаружила, что YouTube реально может пойти ко дну. Но, опять-таки, это не потому, что там я там что-то такое. Опять, я боюсь, я боюсь что-то говорить, потому что я не имею права такого говорить. В общем, я и сказала, что мы когда отложили дело, я и сказала, вот эти документы передай, пожалуйста, своему руководству. Вообще, кто занимается, кто понимает в законах, потому что я поняла, что она в законах не понимает. Во всяком случае, тот закон, на который я ссылалась, у нее были глаза широко открыты, она говорит, а you lawyer? Я говорю, нет, я не lawyer, она спросила, или я адвокат. Я говорю, ну куда с моим языком я адвокат? Нет, конечно. И, в общем, у нее полтора года какой-то там школы, школы law school. Ну, я так поняла, что, конечно, она пришла абсолютно неподготовленно, тем более, что я писала, у меня было досудебное регулирование, я писала им претензию, я в претензии изложила свои, как сказать, доводы, она даже не обратила на это внимания. Ну, я ей говорю, почему ты даже вот на это не обратила внимания? Почему ты даже не прочла этот закон, на который я ссылаюсь, который меня, собственно, защищает, и который может привести к неприятным последствиям для YouTube? Потому что это я такая первая голову высунула. А если все ютюберы вот так вот высунули голову, хана будет YouTube, просто-напросто. Я ее попросила отнестись серьезно к тому, что я сказала, потому что я не хотела бы, конечно, чтобы YouTube пострадал, у меня такой цели нет. Я подала с одной целью, с одной, как бы сказать, с мыслью о том, что так нельзя поступать с людьми. Мы все люди, и вот так вот взять закрытый канал по какой-то фейковой жалобе, это неправильно. Я писала, я пыталась пробиться, это бесполезно. Я пыталась звонить, там есть один телефон, на этот телефон, я разговаривала с роботом. То есть там сидит какой-то робот, и он рассказывает, если тебе надо там найти то-то, то-то, иди туда-то, туда-то, и так далее, и тому подобное. Ну, короче, ерунда какая-то. То есть обратной связи с YouTube вообще никакой нет, и быть просто не может. Там есть какой-то форум, форум ютюбовский, куда можно написать там какой-то вопрос. Ну, я хочу сказать, там такие элементарные вопросы, каждодневные вопросы, и никто никогда не затрагивал эту тему, которую затронула я. Никто никогда эту проблему не затрагивал, которую затрагивала я. Я так понимаю, что люди просто, ну, те, кто отвечают на YouTube от, как сказать, они то ли работники YouTube, то ли они просто, бог его знает, какие там люди, там какие-то имена мелькают, а кто они, что они там не написаны. Может быть, это просто любители какие-то сидят, отвечают на вопросы. Ну, короче говоря, они относятся к нам спустя рукава, без всякого уважения, без всякого внимания. Они должны были расследовать вот этот случай, о котором я рассказала, когда закрыли мой канал по фейкам жалобам. Я дала всю информацию, где и как найти человека. Много-много, как сказать, доказательств того, что это сделано конкретным вот этим вот человеком, который владеет вот этим вот каналом. Но Вовоз он и не там называется. И я хочу сказать, что у меня возникло такое подозрение, что кто-то из, кто-то, кто-то, кто работает на YouTube, вот именно на самом YouTube в Калифорнии, кто-то там, по всей видимости, замешан во всех вот этих вот передвязках. Потому что, ну, у меня сложилось такое мнение. Короче говоря, никто ничего не investigation, это расследование, никто ничего не расследовал, они подписываются банальными фразами одинаковыми, одно и то же. Спасибо, что контактируетесь с YouTube, ну, это по e-mail, и больше ничего. На этом все заканчивается. Нос чешется. Хороший нос, за неделю кулака чует. Так что, я поехала, как я уже сказала, пришла вовремя в суд. Мы зашли все в эту комнату, слушания открытые. Ну, поговорили немножко, там кое-каких документов не хватало с той и с другой стороны, и нам сказали, давайте перенесем. Мне спросили, когда мне удобно. Я говорю, мне удобно будет через пару месяцев. То есть, у меня есть время еще более подготовиться. И, конечно, я очень надеюсь, что, я очень надеюсь, что судья поймет то, о чем я говорю. Хотя, суди там, конечно, я посмотрела, они вовсе не судьи. И вот этот судья, который был у нас, это мужчина, пожилой такой, лет, наверное, 75 ему. Перед тем, как начались слушания дел, секретарь суда встала и сказала, что он на самом деле не судья. У него большая практика работы адвокатом. Он просто слушает наши дела, ну, как бы медиащен. Ну, хотя на самом деле это, он принимает решения, как, у него решения судебные. До этого я присутствовала там, специально поехала, просидела день на слушании дела. Там женщина была. Я очень надеялась, что я к ней попаду. Вот она умница, конечно, была. Она четкая, она трезвая, она все понимает, она, видно, хорошо разбирается в законах. Ну, вот этот лоер как-то вот бывший, он какой-то, ну, никакой. Я послушала, как он ведет дела, какие вопросы он задает. И пришла к выводу, что он, ну, как бы сказать, ну, не рубит он, конечно, не рубит. Ну, поэтому будем надеяться, что даже если я к нему попаду, для него мне придется расписать это все более-более подробно, разжевать, разжевать просто и в рот ему положить, потому что иначе, иначе я, конечно, не дождусь ничего. Потому что вопрос очень серьезный, вопрос очень серьезный. Там очень много тонкостей, очень много пробелов в законе, который я обнаружила, в законах, в законах. И мне надо будет ему все это доказать. Но чтобы доказать, я все это, конечно, должна написать, он это должен прочесть. Я надеюсь, он поймет. Очень надеюсь. Ну, вот и все. Дальше. Поехали. Я провела несколько дней у Наташи на ранчо, три ночи я у меня переночевала. Конечно, ранчо бесподобное, Наташка замечательная. Мы с ней болтали до двух часов ночи, и говорили, боже, мне надо спать, у меня глаза закрываются. Они могли оторваться друг от друга, она такие истории рассказывала, там и мистика, и все, что угодно, и ясновидение. И я вообще обожаю такие дела, там что-то случилось, вот я смотрю, полицейские, скорая помощь, не скорая помощь, а пожарная. Потому что когда что-то случается здесь, сразу приезжают две пожарных машины, а потом приезжает уже скорая помощь. Что-то там вон на заправке случилось. Интересно, сейчас я посмотрю, что же там такое. Может, кому-то просто плохо стало. Ладно, поехали. Поехали. Это 50-я трасса, которая закончится прямо возле, там две машины, смотрю, стоят. Машина одна обвязана этими желтыми. Что-то в машине случилось. По всей видимости, наверное, случилась какая-то авария на трассе, и просто машину туда отволокли, чтобы не мешать движению, чтобы освободить дорогу. Скорее всего. Так, что я говорила? Что я говорила? А, я поехала к Наташе. Да, 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 да. Ой, у нее, я приехала, говорю, боже мой, у вас тут санаторий для нервных больных надо делать. Такая тишина, такой покой, такой релакс. Кузнечики эти стрекочат, эти цикады стрекочат, птички поют, собачки гавкают, боже, тишина, покой. Эти поля, 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 куда не посмотришь, везде эти поля. А, закат потрясающий. Даже из ее дома мы сидели на качельке и смотрели этот потрясающий, наблюдали за потрясающим закатом. Сказка, конечно. Я отдохнула и душой, и телом. Хотя немножко, конечно, устала, когда ехала обратно. Я думала, у меня время должно было занять 4 часа на поездку, а у меня заняло чуть ли не 10 часов, если не больше даже. Там такие пробки в Сан-Франциско. Я пока доехала до Сан-Хозе, о май гад. Я приехала в гостиницу около 8 вечера. Так что, сейчас остановлюсь в Огнете на минуточку. Просто на минуточку, на минеточку. И заеду напротив Макдональдс, сейчас по радио слушала, что сегодня национальный день кофе. И Макдональдс, и Вава, они бесплатно кофе дают. И Бургер Кинг. Вон стоит знак, вернее крест стоит. Кто-то погиб здесь. Не приведи Господь, конечно, но такое случается, к сожалению. Особенно молодежь выпьет немножко и начинает мотаться и на мотоциклах, и на машинах. И попадает в аварию на, казалось бы, такой ровной дороге. И здесь одобряется вот так ставить кресты. И даже город сам иногда ставит вот такие, типа, металлические крестики с напоминанием. Drive safety. Ездите, автобус стоит, мигает. По всей видимости, сейчас будет инвалид выходить. Долго он так стоит уже. Ну, давайте. Проезжайте, проезжайте. Что-то там случилось в автобусе. Я уехала из Булгринса. Там женщина стоит с камеры, с профессиональной, что-то снимает. По всей видимости, что-то тут случилось. Пошли. А тут стоит полиция. Сиэра машина тоже полицейская. Иногда, ну, часто полицейские ездят на обычных машинах, на безопознавательных знаках. Автобус все еще стоит. Что-то он так долго там стоит, что-то там точно случилось. Поехали. Поехали дальше. Опять по радио говорили National Coffee Day. Он говорит, я получил вторую чашку бесплатного кофе в Макдональдсе. Но, по всей видимости, не для всех это Макдональдс. Мне, собственно, кофе было не нужно. Кофе был и не нужен, потому что я только что выпила свой Starbucks кофе до Пиоэспрессо. Я просто хотела проверить, или эта информация правильная. Оказалось, информация ложная. Может быть, где-то в центре города еда, но вот так уже я на отшибе. Девочка говорит, я даже не слышала. Я же слышала по радио. Ну, короче говоря, и бог с ним. Не всегда можно верить информации по радио. Дождик пошел. Ой, как хорошо. Небо светлое. Такой слепой дождь. Опять рассказывают. Только что рассказали. В Майами Day Care в детском саду воспитательница оставила ребенка Таддлер, это маленький ребенок, ну, как бы совсем маленький, несколько месяцев, может быть, годик, может, несколько месяцев, оставила ребенка в вене, и ребенок задохнулся и погиб. Она всех выгрузила. Видно, она несколько человек возила, одного забыла. У нас такие случаи случаются довольно часто. Когда детей оставляют в машинах, тут жара сумасшедшая. У нас даже в правилах дорожного движения написано, что если вы оставляете машину с выключенным мотором, и, понятное дело, без включенного кондиционера, через полчаса машина нагревается до 120 градусов, и, ну, короче говоря, все, и собаки погибают в машинах, и дети погибают в машинах. Но ребенок выбраться не может, он тем более, что сидит, привязанный к этому корситу. Вообще поражаюсь, как можно забыть ребенка в машине. Это какой-то ужас. Бедные деточки. Бедные родители. Един северный декресс. 87 градусов. Ночью снизится до 70 градусов. Завтра снов. Крисмас. Вот город Крисмас я въехала. Рождество. Город называется Рождество, и тут есть пост-офис, почта, почтовое отделение. Люди специально сюда приезжают, чтобы отправить поздравления с Рождеством. Вот пост-офис написано с правой стороны. Они пишут, подписывают открытки своим родственникам, близким, родным, и приезжают сюда. Вон, там постоянно, вот с той стороны, вон она постоянно наряжена елочка, весь день, весь год. И вот они приезжают сюда, чтобы бросить здесь эти открытки в конвертах, и им родственникам придет эта открыточка, на которой будет, на конверте будет штамп Крисмас. Город Крисмас. Говорят все-таки, что это идет ураган, категория 2. Самый страшный ураган, это категория 5. Идет ураган Мэйтью. Каждый ураган имеет свое название. И вот, он будет в субботу, воскресенье, он уже будет на Кубе, и уже оттуда они будут плясать, вообще, в какую сторону он может ударить. Ну, категория 2 ураган. Да, ураганчик, конечно, но не такой страшный, конечно, как ураган. Категория 5. Посмотрим, что будет. Итак, погода прекрасная, замечательная, небо красивое, такие прекрасные точки. Мне кажется, что здесь, во Флориде, даже небо более синее, чем везде. Я когда была в Калифорнии, я заметила, что там небо такое, какое-то, как бы, немножко бледненькое, что ли. Сбледнуло чуть-чуть. И вот тут, вот, видны, уже покрытые водой громадные просторы земли. И здесь AirBots, можно покататься, 20 долларов платишь, и капитан AirBots привезет вас и покажет вам лежбище крокодилов, и все, включает себя. Я сейчас сюда заеду на секундочку, просто ради интереса, может, я увижу какого-то крокодильчика, тут их кишмя кишит. И вот это место, вон стоят домики с крышами, вон они. Там розовая свинка живет, говорящая. Такая хрю-хрю, такая прелесть, вообще супер. Я ее, сейчас я остановлюсь, я ее обожаю, я надеюсь, что она еще жива и здорова. И вот, покрыто водой все это пространство. Тут не глубоко, тут часто ходят коровушки, пасутся, бычки всякие разные, и им где-то доходит там до брюшка, наверное, то есть это не, это не, не глубокие места. Просто как бы затопление вот такое вот. И тут, конечно, крокодилов, видимо-невидимо, просто их тут тучи, сотни тысяч крокодилов. сейчас вот, к сожалению, я ни одного не вижу отсюда. Сейчас я заеду вот в этот домик беленький, поздороваюсь с этой, со своей розовой свинкой. Такая классная, такая хрюшка. У меня есть видео, говорящая свинья, как она со мной разговаривала. Это просто сказка. Так, ладно, выезжаем отсюда. Вот это место, где спускают на воду свои лодочки, можно сюда приехать, вот оставить машину здесь и на лодочке спуститься и в туалет обязательно, опять же, если человеку надо, чтобы не бегать в поисках, опозориться. Так, тихо, 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 тихо. Сейчас я заеду вот в это вот местечко, красивенно, там живые крокодилы. Наверное, мне придется далеко разворачиваться. Уже тогда на следующей, на обратном пути не буду сейчас останавливаться, на обратном пути я заеду. 65 миль в час. Нет, уже потух. Только что въехала в город Тайтусвиль. Вот 45 миль в час надо ехать. Он находится прямо на океане. Вот выезд на 95-ю трассу, я в принципе могу взять 95-ю трассу, доехать до Джексонвиля, но я не хочу. Я пойду на океан и уже по океану, по A1A, моя любимая дорожка, буду потихонечку ехать, любоваться красотами. Может быть, где-то остановлюсь, искупаюсь. Говорят, люди одеваются в костюмы клоунов, прячутся в кустах и пугают людей. И даже, говорит, у нас во Флориде такое есть. Итак, немножечко Тайтусвилля. Понятно, где-то везде продажи автомобилей. Вот Форд впереди. Скоро я буду на океане, еще немножечко совсем осталось. Немножко еще Тайтусвилля. Сейчас я должна буду где-то пересечь Москвы, потому что тут сейчас две реки пересекают до того, как попадешь на 40 миль в час. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. 40 миль в час. Вот немножечко. Самый, наверное, самый, как бы сказать, ну, центр, не центр, понятное дело, но я проезжаю вот по месту, где 40 миль в час, это иметься в виду, значит, тут недалеко от центра. Вот, пошли, мы били дамас с правой стороны. 35 минут сейчас. Good afternoon, beautiful out here. Это чё, уже океан, что ли? А где же мосты? Да, это уже океан. Сегодня была катастрофа, пригородный поезд разбился. Вот женщина рассказывает о нас, свидетелями. Это должна быть река. Джексонвиль 135 миль. 45 миль. На фейсбуке говорят, вы можете увидеть эту аварию. Там ничего, кроме дебри и осколки. Все разрушено, железяки. Я, наверное, остановлюсь сейчас в Макдональдсе. Уже почти три часа я сегодня еще ничего не ела. Утром выпила свой милкшейк. Да, сейчас остановлюсь, возьму себе свою любимую рыбку. Я тут частенько останавливалась, когда приезжала в эти края. А, кстати. Так, поехали. Вон она. Это река, по всей видимости. Индиан Ривер. Смотрится такой большой бутерброд, а тут вообще есть нечего. И все прописано каким-то маслом. Фу, я этой даже есть не буду. Вот эту булку. Зачем они так это все пропитывают? Ужас. И это стоит удовольствие 3,40 с налогом. Записано private property, но я уже проеду чуть-чуточку. Я думаю, что меня за это сильно не пострадают. Ладно, я сейчас заеду просто, чтобы показать вот эту реку. И вот там впереди видны здания. Это уже на A1A расположены. Это уже там дальше океан. Вот такие вот две большие реки разделяют материк от островов. Ух, какая красота. Ну тут тоже соленая вода. Я не знаю, почему это называют реками. Если посмотреть через Google Map, то видно, что это как бы океанская вода. Просто как бы залив океанской воды. Но почему-то это называют рекой. Может быть, река сюда какая-то впадает? Так, поехали. Кто это? И вот честно, бутербродик, конечно, который я съела здесь в Макдональдсе, все равно был очень вкусный. Я не знаю почему, но я обожаю Макдональдс. Вообще все, что там приготовлено. Просто, хоть и говорят, это junk food. Как бы плохая еда. Но я очень люблю Макдональдс. Я не знаю, может, у меня какой-то не такой вкус. Для меня мы, когда с Дугласом вместе жили, мы просто... И он тоже очень любит Макдональдс. Особенно он любит картошку жареную. И я хочу сказать, что такой вкусной картошки, как в Макдональдсе, нет нигде. То есть я за столько лет, конечно, побывала и в ресторанах во всех, и в этих забегаловках во всех, и там, где делают эти бутерброды и все прочее. Но такой вкусной картошки, как в Макдональдсе, нет нигде. Я думаю, со мной все согласятся. 35 миль в час. Я еду 35 миль в час. Вот это вот Тайтус Вилл. Городок, который... Я почему-то была уверена, что он находится на океане. Оказывается, до океана еще ехать и ехать. Так, Харрисон Стрит. Хобби-лобби. Ой, я обожаю этот магазин Хобби-лобби. А его еще только, по-моему, да, его только строят. Его даже еще не открыли. И вот на въезде в любую шоппинг-плазу стоит вот такая вот доска как бы с объявлениями. Там написано, что здесь расположено. То есть я могу не видеть, допустим, большая шоппинг-плаза какая-то или бизнес-плаза какая-то. Ну вот на въезде обязательно стоит вот такая вот доска, либо таблица высокая, либо указатель. Вон, я уже вижу мост. Сейчас я поеду через мост. Вон он, мост громадный. Вон он, вон он, вон он. И там указаны все гости... Ой, гости... Ну, что-то мне в голову гостиницы пришли. Указаны все рестораны, все магазины, кафешки, все, что есть на этой плазе. Очень удобно. Вот опять. Honda, Buick. Продажа автомашин. Subway. Тоже вкусненький Subway. У них такие всегда вкусные булочки. Ну, как-то там подают обычно ветчину. Вот это ABC. Это магазин алкогольных напитков. American Beverage Association. Day of Generosity. Так, ну и где я еду? Где уже мост? Давайте я уже поеду на мост. Вот, сейчас опять говорят train crash. Один человек убит, и 70 человек ранены. Они говорят for you, мы говорим for you, для тебя. А они говорят for you. Чаще они говорят я, чем you. Американцы. И как я уже говорила, у меня Дуглас, он коренной американец, он родился в Америке. Он говорит, если на школе учили, говорит the bus, the bus, the bus. Дуглас всегда говорит the, the, больше как и. The bus. Но опять же там в этой Зе еще слышится буковка Де. Вот это между Де и Зе. Конечно, сложно выговорить постоянно, но... Если вы будете говорить Зе или Зи или Зо, вас все равно поймут. Поэтому париться не надо над этим. Вот он пошел в центр города. По всему видно, что это центр города. Что-то я быстро так еду. Тут 30 миль. Вот Мейн-стрит. Вот главная улица, которая разделяет, как правило, город. River Road. Так, Мемориал Парк. Ветеранс Мемориал Парк. Но мне Мемориал Парк не нужно. И сейчас я выезжаю на мост. Опять Burger King. Так, поехали. East. И куда же она меня приведет эта дорожка? Beach. Да, это Beach. Вон впереди вижу яхты. Яхты, 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 яхты. Живые шримпы. Он в магазине. Живые шримпы это... Вот он, вот он мост. Это креветки. Живые креветки. Там что-то было еще живое. Ой, какой красивый парк. Вот он с левой стороны. Вон он. Ветеранс парк. Ну, не туда, не надо. Так, поехали через мостик. Обожаю вот эти мостики всякие разные. Боже, какая красота. Сплошное наслаждение. Тут этих парков, видимо, невидимо. Все свободные места используются под парки. Маленькие парки, большие парки, просто громадные парки. Ой, какая красота. Так, 30 миль в час, я еду в 45. Боже, девочка, по такой же рюке ты бегаешь. 30 градусов, а на солнце, наверное, все, не знаю сколько, 60. Наверное, хочет похудеть, но так можно сердце посадить. Можно и похудеть, но можно и сердце посадить. Нельзя по такой же рюке бегать. Это мое твердое мнение. Вон прямо кустик, островочек маленький вот этой, посреди этой реки. Ой, как красиво. Яхты какие шикарные. Вон со склоненными этими парусами. Так что у нас здесь. Это тоже парк. Вот еще один парк. Чтобы остановиться и чтобы спустить свою лодочку на воду. Все так охоже на все такое красивое. Молодцы, американцы. Сейчас у меня будет еще один мост через другую реку. Вон сколько машин. Люди просто приезжают сюда как вместо пляжей. Загорают и делают здесь. Тут можно поджарить шашлычки. Есть специальные эти штучки. И вот такие вот парки. 40 миль можно ехать, ага. Вот с двух сторон вода, слева и справа. И тут очень часто можно видеть большие, больших, просто больших громадных дельфинов. Они сюда заплывают. Видимо им здесь удобнее, спокойнее. Тут мелкая вода, более теплая. Смокахед. Осторожно. Впереди дым. Почему так? 55 миль можно ехать быстрее. Дым впереди. Пока дыма никакого не вижу. И все я еще еду и еду и еду и еду. Вот с двух сторон опять же вода. Такие красивые виды. Ну и понятное дело, тут очень возможно есть крокодильчики. Хотя вода соленая. Но я знаю, что крокодилы живут и в соленой воде. Я, честно говоря, была удивлена. Но где-то я прочла, что да, действительно, они встречаются в соленой воде. Давай 55 миль в час. Чего ты едешь, как крадешься? Я еду, 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 еду. Уже пошли леса. Куда это я приехала? По всей видимости, это уже пошел тоже остров. Мэрит Айланд. Наверное, это кусочек. Его не знаю. Или это не Мэрит Айланд. Надо посмотреть на карте. 45 миль в час. Визитор центр. Ну, мне туда не надо визитор центр. Я туда, конечно, не поеду. Я без этого центра знаю, куда мне ехать. Поэтому там тоже все красиво, аккуратно. Да, Мэрит Айланд, да. Все, значит, я была права, Мэрит Айланд. Вот это самый, он как треугольный такой, на север заужается, сужается. Вот я по этому острову еду. И сейчас закончится этот остров. Будет мост, и я перееду уже на океан. Four little secrets, baby boomers should know. Так, это 45 миль. 45 миль. 45 миль. Надо остановиться, посмотреть по карте. Canaveral National Seashore. Ну, мне туда не надо. Не поворачивать отсюда, съезжать. Так, давай, ты проезжай, и я тоже поеду назад. Давай. Так, чуть-чуть назад. Хоть бы не провалиться там вот это. Вот елки-палки, приехала. А там уже кейп Канаварал, и там же ракеты и все это прочее. Мне туда... Я вообще не собиралась ни взлетать, ни на ракетах. Мне надо снова... Все, что я приехала, надо снова возвращаться. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, ладно, зато по красоте покаталась по такой. Я думала, что... Ну, там было написано To The Beach. Ну, а дальше-то дороги нет. На пляж-то я выйду, да. Ну, а дороги-то там нет. Вот тут проходит поезд. Так, ладно, поехали. А если я поеду сюда, то куда я приеду, сейчас посмотрю. А смысл мне туда поворачивать. Все равно я, опять же, куда-то... Еду не туда, куда мне нужно. Поехали снова через все эти реки. И через всю эту фигню. Так, я опять... Бридж-трайл. Бот. Манати Дек. Ладно, поехали, посмотрим, куда я приеду. Короче, написано впереди restriction ahead. Не знаю, куда я еду. Там пустой океан. И неужели там через океан есть какая-то дорога. В общем, куда-то еду. Когда я калочки доеду, одному богу известно. Ну, ладно, поехали. Если что, вернусь. Все в моих руках. Так, что тут написано? Фасилити. Не знаю. Не знаю, что это такое. Куда я сейчас еще раз остановлюсь. Посмотрю, есть ли там проезд. Там на карте соединение какое-то идет с дорогой. Ну, поеду. Но это долго-долго ехать в визитер-центр. Вот такая дорога. Она же не может по океану идти. Но там я не видела ни моста, ничего не видела. Но через воду проходит какая-то, типа, дорожка. Посмотрим. Может, там правда какая-то дорожка есть. Сзади меня кто-то едет. Я надеюсь, это не за мной. Я не хочу быть вперед. Впереди не сзади. А мне ехать, ехать и ехать. Сейчас изведаем. Я люблю изведывать что-то новенькое. И там написано кругом, что осторожно могут выскочить дикие звери на дорогу. Ну, 60 миль положено. Поехали 60 миль в час. Хотя можно, собственно, ехать по встречке или по центру дороги. Все равно никого нет. Я одна, одна, одна. Неизведанные дороги, неизведанные трассы. Это все меня манит всегда. Хоть одна машинка появилась мне на встречу. А то я вообще и такая одинокая еду. И думаю, боже, куда я вообще заехала. Телефон не работает, не берет. Интернет не берет. Вообще попала она куда-то на край земли. Так. Ну, раз он оттуда выезжает, значит и я могу оттуда выехать. Посмотрим. Такая красота по сторонам. Просто саванны. Саванны, саванны. Так. Поворот. 45 миль в час на повороте. Посмотрим. Я еду 50. Опять идут никого. Итак, что тут написано? Лаппоинт. Ух ты, как интересно. Надо бы заехать посмотреть лаппоинт. Так, ладно, поехали снова. 55. Опа, опа, опа. Итак, я не знаю, по этой дороге я попаду все-таки на трассу. Посмотрим. Вот кто-то тоже едет. Либо мне навстречу, я не могу понять. Либо впереди меня. Впереди меня кто-то едет. Ура! Значит, дорога туда есть. Поехали. Биолаб. Биологическая лаборатория. Так, что здесь у нас? Трейл. Да, заехала я, конечно. Уверю ее и куда. Еду, еду, еду. А на карте смотрела, что проселочная дорога не такая неасфортированная. Что у нас здесь? Куда я еду? И теперь, слава богу, у меня на карте все-таки карта немножко проявилась. И я теперь вижу, что, собственно, вот сейчас будет мостик. Не мостик. 45 миль в час. Ага, 45 миль в час. И я думаю, что ж там такое через воду проходит? По всей видимости, вот этот мост будет. Рекреэйшн. Вперед. Слева и справа. Можно сюда приезжать со своими лодочками в кругом парке по каналу. Вообще так интересно. И тут, видимо, разводные мосты, что ли. Или это не мост? Да, разводной мост. Вот зеленый свет горит для меня. Слева, вижу, машинка тоже поехала. То есть я не одна. Ну и где тут этот разводной мост? Покажите мне, пожалуйста. Вот тут он разводится. И вон пошла водичка справа. Я уже не стала дергать камеру. Малюбусенький такой, совсем такой мостик. И вон она вода с левой стороны от меня. Всю водой покрыта. И с правой стороны. Но отсюда не видно. Был указатель Манати выявлен. Вачинг. Что это я сказала? Все. Сейчас я выйду снова на единичку. На A1. И двинусь уже вдоль. По материку, а потом съеду на океан. Вот новую дорогу нашла. Слава Богу, что я не побоялась. Рискнула поехать здесь. Куда-то я заехала. Точно какая-то стратегическая штука. Но запрета на въезд сюда не было. Вон кругляк такой стоит. У нас на Эпетре, на плато стоят такие круглые штуки. Я не знаю сколько лет. Вот такие белые шары. По всей видимости там внутри какие-то наблюдательные. Бог его знает, что там они делают. Ну короче, я не буду даже догадываться и предполагать. Потому что не с моими, как бы сказать, знаниями об этих всех научно-исследовательских штуках. Вон он какой стоит. Шар. И что-то же там внутри этого шара есть наверняка. Ха! И что же это такое? Или это для красоты? На красоту не похож. Бекон Фори Тюбро Тюбро Тюбро. Вот пожалуйста. И что это такое? И с чем его едят? Может быть какая-то метеорологическая станция? Бог его знает. Ну ладно. Ну пока я еду по такой красоте, есть время поболтать. И опять же не чувствовать себя такой совершенно одинокой на такой пустынной дороге, где вообще никого нет кроме меня. Ни впереди, ни сзади. Вон какие-то домики показались, слава Богу. Я собственно не боюсь ездить. Но как-то вот все равно, когда ты едешь одна по трассе, какое-то ощущение вот какого-то вселенского одиночества что ли. И думаешь, и начинаешь думать, а вдруг вообще эта дорога, по которой нельзя может быть ездить или вообще как. Вот по такой же трассе, по 441-й, я езжу на Майами. Вот опять Pine Flatwoods Trail. Трейл это имеется ввиду для тех, кто любит, как сказать, бегать по лесу, как сказать. Люди, которые вешают на себя рюкзаки, идут там в горы и все прочее. Господи, меня вообще отбивает. Вот опять Бодрампа, еще один Бодрамп. А где-то были домики или мне показалось? Может это был какой-то мираж? Домики четко видела. А, сейчас нет домика. Ну это, наверное, просто была белая машина, я ее приняла за домики. Опять сзади никого, впереди опять совершенно никого. Еду. Итак, как я уже сказала, я еду к Аллочке и к Тоне. Конечно, за ребенком скучаю. Я его, я не знаю почему, откуда у меня вот это. Я его люблю, как будто это мой собственный ребенок. Я его, когда вижу, у меня сердце просто тает. И вот, ну дитё моё родное и все. Вот откуда это взялось вообще, как такое вообще может быть? Аллочку, конечно, мне Бог послал с Тони вместе. И вот она просто упала мне на голову. Я не буду уже рассказывать нам тонкости. Ну, короче говоря, мы с ней познакомились несколько лет назад. Она пришла ко мне в дом с Тони и познакомилась сразу с Дугласом. И сразу Дуглас ее принял. Ну, особенно Дуглас у меня такой, он хороший на всех принимает. Но как-то на Аллу совсем открылось сердце. И мы очень долго сидели, разговаривали первый день. И плакали, и рыдали. И как-то у меня, я ее сразу приняла и душой, и сердцем. Ну и Тони, конечно, само собой соответственно. Потому что таких детей, как Тони, я, честно говоря, не видела. Вот ребенок маленький, но ощущение, что он взрослый, взрослый человек, проживший не одну жизнь. Вот настолько он умничка, настолько он покладистый, настолько он все понимающий. «Ой, сейчас чихнула, точно, 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 ой, да как сладко, сладко чихнула». Дуглас мне все время говорил, «Почему ты так громко чихаешь?» Я говорю, «Потому что это кайф». Он говорит, «Чихай, вот так перекладывай к носу пальчики, так чих». Я говорю, «Так это могут перепонки разорваться в носу, и сам кайф именно самого чихания пропадает». Нет, ой, как интересно, как сладко иногда чихнуть, вот так вот здорово от души. Так, опять же, как я сказала, никого впереди, никого позади. И Алла поначалу жила, они в Танерийской семье, она там снимала квартиру у какой-то испаноговорящей женщины. У этой женщины был однокомнатный апартмент, она его арендовала, по-моему, я не знаю, по-моему, за тысячу долларов она его арендовала. И она сдала Аллочке свою спальню, Аллочка с Тони спали в спальне, спали в спальне за 300, по-моему, 350 долларов она платила каждый месяц. А эта женщина сама жила в ливинг-руме. Ну, тут такие ливинг-румы, что это как комната по нашим, по советским меркам. То есть там кухонька, там большое место, большое пространство там ходить, бегать и все это прочее. Стоит хороший диван, телевизор и все прочее. То есть женщина таким образом, как по всей видимости, закрывала свои там как бы дырки по долгам там либо как. Ну, короче говоря, Алла помогала ей тем, что Алла у нее жила и оплатила ей деньги, она помогала ей выплачивать вот этот вот стоимость аренды этого жилья. Так, кстати, очень многие делают. И вот она, эти волчеры, волчеры, стервятники кого-то жрут. Идите нафиг, я не собираюсь вас ударять, иди, иди, иди. Я приезжала когда-то к ним в гости смотрела, видела, как они живут. Такая маленькая, скромненькая, спальненькая, ночью надо. Они ночью там спят, а все равно весь день они в ливинг-руме, на кухне там. И опять же в этом комьюнити там и бассейн у них был, и тренажерный зал, и площадка для детей. И все-все это было. То есть Алла нашла очень дешевое жилье, как я сказала, за 350 долларов. По-моему, даже немножко дешевле, чтобы я не соврала. И вот она там долго жила, и она искала дом купить в Орландо. Но у нее была ограниченная сумма денег, допустим, 40 тысяч. Вот сумма, и больше нет. И вот она искала, искала, и несколько раз мы там на что-то натыкались. Ей тоже помогала, мы куда-то ездили. Но в итоге она так и не нашла то, что ей нужно. И вдруг она каким-то образом вышла на... Я не знаю, как она вышла, на кого она вышла в Джексонвиль. И вот она себе купила Мобил Хоум за 30 тысяч долларов. Понятное дело, там надо было какой-то ремонтик делать, но она своими силами так. Я сегодня ей звоню, она говорит, у меня крыша новая! Я говорю, да что ты, как, когда? Она говорит, не буду ничего рассказывать, потому что я сейчас все расскажу, ты не приедешь. Приезжай все, посмотришь, я тебе много расскажу. Ой, хоть одна машинка мне попалась на пути. И вот я с утра... А я еще думаю, куда же мне поехать, да куда же мне поехать? Может я вообще нацеливалась, как я сказала, на Майами, на Форт Лоттердель. Ну вот, душа у меня не то, чтобы болит, а не то, чтобы... Ну, скучаю я за Аллой, за Тони, конечно, я скучаю. Вот они стали мне родственниками, вот они просто родные люди, вот как сказать. Ну, сестра, наверное, как мне родная она. А Тони, я не знаю, мой ребенок, даже не сказать, что племянник. И вот я уже еду и думаю... Несколько раз думала вернуться обратно, потому что у меня какое-то состояние такое полусонное. А потом я поняла, в чем дело. Я одела на себя, чтобы нацепить на себя вот эти вот очки, я одела на себя другую оправу, где у меня вставлены линзы минус 7. Они поменьше, эти очки, и вот эти вот солнцезащитные очки, они хорошо садятся на эти глаза. А вот эти вот мои очки, в которых я всегда хожу, эта оправа маловато. И я взяла вот выясненно, на первое слово. Все, молодец, я молодец. Я думаю, да что такое мне что-то с глазами, какое-то состояние какое-то такое. Спать хочется. Оказывается, вот эти вот очки у меня минус 6, а те очки минус 7. Я специально их заказала. Я ночью, когда езжу, у меня ночью проблемка немножко со зрениями. Я ночью всегда одеваю минус, когда еду потемну. Так, ура, ура. Вот я выехала, куда я хотела. Сократила большой крюк, чтобы не возвращаться. О, какая красота. Боже, какая красота. Поехали. И я сейчас сняла эти очки, одела свои минус 6, и все, у меня прошла вся эта сонливость. Все это прошло, а то меня прямо колбасило. Думаю, да что такое. Уже и кофе попила такой крепкий. И что ж такое, почему же у меня такое состояние какое-то сонное. Думаю, вернусь домой, залягу в кровати, буду спать. Ну аж ночью что делать. Как я уже говорила, когда я вернулась в Калифорнию, у нас разница Калифорния и Флорида. Часовой пояс – три часа разница. Я когда оттуда вернулась, перегомнякала, конечно, себе там все с этим поясом и с другим, и с другим. И то, что там, конечно, я очень много работала на компьютере, очень сильно использовала свои глаза, очень много ездила, конечно. У меня глаза были до такой степени уставшие, что просто я ложилась, закрывала глаза и ничего не делала. Уставляла себе в уши, там что-то слушала. И вот мне, я приехала домой и три ночи спать вообще не могла. То есть ночью я вообще не сплю, у меня ни в одном глазу, вставая работой. А днем, понятное дело, вяленая, какая-то вареная, такая, на полчаса приляжешь, вроде уснешь на час, даже, может, на полтора. И все равно оно не то, все равно день перебит, какие-то непонятные, как ватный какой-то день. И вот, слава Богу, уже две ночи подряд я хорошо выспалась, все, я вошла в этот ритм опять нормальный по-флоридски. То есть я в 11-12 ложусь спать и спокойненько в 8-9 я уже просыпаюсь, слава Богу. Ну и утром просыпаюсь, думаю, ну, коль я уже научилась высыпаться, уже все нормально, сплю ночью, пора куда-то ехать. И вот, опять же, я говорю, поехала в Джексонвиль, и по пути, думаю, наверное, надо вернуться, опять у меня стала разбирать меня вот эта сонливость какая-то. Оказывается, это были очки, так, 45 миль. Опять я вижу ограничение скорости 45 миль. Если бы я еще знала, где я нахожусь, так, Edgewater 9, Daytona Beach 26. Ага, значит, где я нахожусь? Я сейчас где-то, наверное, с Мир на бич, где-то параллельно еду с Мир на бич. С левой стороны от меня океан, достаточно далеко. Где же выезд на A1A? Seminole Rest Historic Site. Флеймаркет. Надо нам флеймаркет, Indian River Fruit. Вот такой базар, не базар, да, базар. Флеймаркет. Остановиться посмотреть. Ресторан. Не хочу. Есть не хочу. Вот видно, что дождик прошел, вот дорога мокрая, мокрая, была сухая, сухая, вдруг резко мокрая. Так интересно, здесь дождь идет, едешь-едешь под дождем, дорога мокрая, вдруг раз выезжаешь, как будто из зоны дождя выезжаешь, дорога сухая и дождя совсем нет. Итак, River Breeze Park, опять еще один парк. Природа шикарная просто. Рассказывает 14-летний пацан вчера, убил своего отца, пошел в школу. Но он никого не убил в школе, он пошел с оружием в школу. Короче, отец его ударил головой на забор, это свидетели так говорят. И он говорит, я ненавижу свою жизнь. И взял и застрелил своего отца. Его имя пока не публикует. Вот оно, кладбище. Сплошные цветочки. Это точки. Караул. Застрелил отца, пошел в школу. Они всегда выходят с ложкой. И они всегда защищают волосы. Ой, как красиво. И она рассказывает, его дефендент, мальчишке, называет его Бэби. И говорит, вы 14 лет Бэби. И она говорит, почему черных пацанов и испанцев пацанов за такие преступления судьи дают сроки, а белых пацанов к ним более мягко снисходительно относятся. Она говорит, он не ребенок, не малыш. Вот такое кладбище красивое. Прямо центр города и вон какое кладбище. Она говорит, собственно. Она говорит, собственно. Он не так часто говорит. Вы думы. Вы думы. Они убили других черных индивидуалов. Но черные индивидуалы не ответили за 93% из убийств в Америке. Он один из думых людей. Если он не отхватил его деньги, то он не будет денег. Она ругается, что Майкл Блумберг... Майкл правильно зовут? Он сказал, что 97% убийств совершено черными... черными, черными населениями. Я твитила ссылку. Я на Twitter. Она говорит, я ему сказала, нет, неправильно. Вау. Черные должны быть разоружены. То есть у черных надо забрать оружие. Она говорит, у них есть такое же право как у белых. Это вторая поправка Конституции. Для Майкл Блумберг. Это... Нью-Йорк мэйер. Молодец, она правильно говорит. Нью-Йорк мэйер на бич, Сити Лимит. А где же сам бич? Хотелось бы мне знать, сейчас посмотрю на камеру. Пять раз рассказывает, что убили собаку и там целое дело. Пришел человек в дом, декоратор и всякое разное. Там с этой собакой. Не хочу даже это слушать. Ну его нафиг. Надо слушать все хорошее. Плохое надо отмежевываться от плохого. Сейчас я вот тут остановлюсь где-то. Вот видно, что дождик прошел, такие тучки впереди. Остановлюсь, мне надо где-то купить еще кофеечко все-таки. Для рывка. И сигаретку покурить. Скоро-скоро брошу. Сама себе говорит, что скоро брошу. Но мне когда-то сигарета спасла жизнь, я рассказывала. Я рассказывала, как я маму и отца пыталась им показать мир. Я их с собой возила. Маму я возила несколько раз. Два раза по-моему. По Дунаю. Круиз по Дунаю брала маму. Отца взяла. Отца тоже по Дунаю возила. А потом отца взяла с собой в Турцию, в Стамбул. Я рассказывала уже этот случай. И вот, ну, понятное дело. Я с подружкой ехала, с Валюшкой за своей. Понятно, мы прошли таможенную зону. Все, нас опустили в это место, где уже идет посадка потом на самолет. В это здание. Короче, мы уже были на нейтральной территории. Мы уже не были в Украине, но мы еще не были нигде. То есть вот эта вот зона, где после прохождения паспортного контроля мы сидим, ждем автобус, который нас подвезет к самолету. Ну, и там же барчик, понятное дело. Ну, у нас настроение хорошее. Мы молодые, красивые, сильные, веселые, богатые, счастливые, конечно. Пошли в барчик, по конечку бахнули. А я же курила тогда. Ну, понятное дело, я от отца всегда пряталась, от мамы всегда пряталась. То есть они так и не знали, что я курила. Они даже не подозревали. И вот я говорю, ой. Ну, опять же, там курить тоже нигде нельзя было. Это закрытая зона. Я говорю, пошли в туалет курить. Или я там ей говорю, пошли. И мы взяли этот коньячок в бокальчике и пошли в туалет. А там как бы уютненько было, там очень мало людей. И вот это мы с ней слово за слово, сигаретку за сигаретку. Затрепались, затрепались, затрепались. Выходим. А это помещение совершенно пустое. Никого. Мы такие, ага, ага, где все наши? А оказывается, их посадили в автобус. И этот автобус уже стоит возле самолётика маленького. Малюпусенький, малюпусенький самолётик. Совсем крошечный. Наверное, на 20 мест. И смотрю, на крылышках уже завелись моторчики у этого самолётика. Он как игрушечный. И я такая... И мы кричим, ой, выпустите нас, выпустите нас, мы опоздали. Ай-яй-яй. Они говорят, нет-нет-нет, вот теперь ждите. Там они по рации с кем-то стали разговаривать. Мы говорим, да вот самолёт, вот там 100 метров самолёт вот так стоит за дверью. Выпустите, мы добежим. Нет, только сейчас автобус придёт. Короче, минут, наверное, 40 прошло, пока за нами пришёл автобус. А я же вижу этот самолётик. Такие крылышки, на крылышке два таких крутились моторчика. Эти моторчики остановили и ждут нас. Подходит автобус, мы садимся в автобус. Нас довозят до этого самолётика. Я сажусь с Валей вместе, отец мой где-то там. Я говорю, как же так, ты ушёл без меня? Он говорит, а я с кем-то разговаривался, даже не заметил. То есть я даже на тебя и не реагировал. Я говорю, ну вот так вот, отец родной. И, короче говоря, тут бензин 2.11, у нас доллара 98. И вот садимся мы в этот самолётик, а там иллюминаторы через одно. То есть вот одно кресло без иллюминаторов, а я сажусь как раз таки возле окна. Два местечка я возле окна, Валя рядом со мной. И как раз у меня иллюминатор. И как раз у меня в видимости вот это крыло. И я вижу, как снова заводятся моторы. И снова пошёл крутиться вот этот моторчик на крыле. А нам же хорошо, мы же выпили, нам весело, там уже как бы расслабуха такая. Мы летим в Турцию, ура, как хорошо. Такое вообще, ну не жизнь, а малина одним словом. В предвкушении, что мы через два часа будем в Турции. Ай, жизнь, счастливая. И я смотрю, они заводят вот эти моторчики. И вот этот моторчик начинает крутиться по новой. И вдруг оттуда полилась какая-то жидкость такого жёлтого цвета. Ну не жёлтого цвета, а такая как непрозрачного, во всяком случае. Я Валю в бок толкаю, говорю, Валь, посмотри, что ты такое. Она говорит, ах, конденсат. Ну я ж, Валя, для меня авторитет. И потом нам же опять же так хорошо, мы подвыпили. Там у нас такое расслабленное настроение. Мы улетаем отдыхать на неделю или на десять дней. Я думаю, ну конденсат так конденсат. И вдруг мне что-то в голову приходит, секундочку. Конденсат – это та же самая вода, то есть он прозрачный. Что-то не то, что-то не то. И смотрю, прямо с крыла просто хлыщет. Вот, наверное, половина длины крыла, вот с половины длины, вот, наверное, метра полтора расстояние, вот как хлыщет вот эта вот вода. То есть она как занавесочка такая из вот этой вот желтой воды. А я себе думаю… А я опять же ни о чем не думаю, потому что жизнь прекрасна и удивительна. Но так немножко все-таки насторожилось. Думаю, странно. Надо, наверное, встать, подойти к этой… к бортпроводнице. А ее нет. В самолете к Малюпусике нас там 20 человек всего в самолете. Какой-то кукурузник, я не знаю, богом забытый, к которому, наверное, уже лет 200 было. В итоге выходит… Бортпроводница выходит из кабины пилота. Выходит… И я ее подзываю и говорю, «Девушка, посмотрите, что это такое?» У меня-то ни страха не было, никакого… Если бы она не вышла, я бы даже к ней не обратилась. Вот какой-то покой такой был, что все нормально, абсолютно. Никакого не было даже ни волнения, ни мысли там о том, что что-то может случиться. Просто капать себе водой. Но, опять-таки, она не капала, она лилась. Это бортпроводница смотрит, я ей показываю на это крыло. То есть, люди, впереди меня сидевшие, сзади меня, у них не было вот этих вот окошечек, иллюминаторов. Они бы это даже не увидели. А те, кто сидели туда дальше, у них не просматривалось это крыло. То есть, я одна видела, то есть, я одна могла наблюдать именно вот это правое крыло. Никто больше не мог ее увидеть. Там всего-то было вот по 5 сидений. 5 сидений по 2 человека. У нас было там 20 человек, как я сказала. И она возвращается в кабину пилота, и нам объявляют, заглушают мотор, и нам объявляют, что покиньте самолет, технические причины и все это прочее. И мы просидели в аэропорту Симферополя, наверное, в 7 или 9 часов до самого вечера. Но факт тот, что вот эта сигарета спасла нам всем жизнь. Потому что, если бы мы не пошли в туалет, не стали бы курить эти сигареты, если бы мы не опоздали, и пошли бы со всеми сразу, сели бы в самолет, который уже стоял с заведенным мотором, и там ничего не капало, мы бы взлетели и полетели. И в дороге оно бы все, конечно, полилось. Но так как они нас ждали, минут 40, наверное, если не больше, они заглушили моторы и стояли с заглушенными моторами, будем говорить, полчаса. И потом, когда мы сели в этот самолет, они снова завели моторы, и тут же мгновенно все это потекло. То есть, если бы не было вот этой вот задержки с этой сигаретой, нас, наверное, уже никого бы и не было. То есть, самолет бы наверняка рухнул бы в Черное море. Поэтому я хочу сказать, что это очень, как сказать, иногда вот такая мелочь, как сигарета, спасает жизнь. Я, конечно, знаю, что курить это плохо. Я стараюсь бросать. Я очень часто бросаю, потом снова начинаю. Я могу бросить на месяц, на два, на три, на два года могу бросить на год. Последний раз у меня такой затяжной период был. Я бросала курить с 2007 года. 5 лет я не курила до 2012 года. Вообще не курила. И даже и думать не думала. Ну, потом там что-то такое случилось, не случилось, но опять стала покуривать. Вот опять такой вот аэропорт маленький. А мне когда-то, я тоже рассказывала, у меня отдельно на видео есть, а мне когда-то женщина гадала по руке и сказала, ты боишься летать на самолетах. Она говорит, ну ты не бойся. Все, кто будут с тобой в самолете, все будут, все сохранят жизнь. Вот что-то такое. Я еще думаю, ха! Как она меня... Это было тоже, это было давно-давно. Это я еще в Ялте жила. Наверное, это был, не знаю, 2001-2002 год. Где-то это время. Может, 99-й это же было. Я так еще думаю, ха! Как она меняет. И она сказала, не пусть я ни ножа, ни пистолета. И много-много такого мне рассказала. Сказала, что у меня два ангела-хранителя у меня, поэтому есть отдельная тема про моих ангелов-хранителей. Очень интересная история. Не буду сейчас пересказывать, потому что это очень долго. Это опять же есть на отдельном видео. Если я не забуду, я прикреплю сюда. Какое небо черное, я въезжаю. Сейчас там что-то начнется. Ой-ой-ой-ой-ой! Как я люблю такую погоду! Как я люблю такие тучи, гром, молнию! Обожаю просто! Сейчас я сниму свои очки солнцезащитные, потому что сейчас вот уже вот-вот-вот начнется дождь. Надо все-таки где-то предварительно остановиться, сходить помыть ручки и опять же выкурить свою сигаретку. Atlantic Street for the Arts. Вот они мобилхолмы пошли с левой стороны. Итак, въезжаю в зону дождя, в зону темноты. Вау! Тут солнце, а там, наверное, хлыщет, хлыщет, хлыщет. Интересные, конечно, вот такие моменты бывают в жизни. Казалось бы, когда начинаешь анализировать, собственно, если бы опять же говоришь, что если бы мы не пошли в этот бар, если бы там не было бара, мы бы не выпили коньяк. Ну, а когда выпьешь, понятное дело, хочется закурить. А говорит... Да он, говорит, не пьет, он пьет, когда... Нет, как сказать... Когда в карты проиграет. А что-то такое я забыла, что-то в этом роде забыла. Ну, какая красота, божечки мои. Боже, какие тучи. Ну, где же остановиться? Слева опять, вон, слева вода и справа вода. Ай! Ну, чё ты так медленно едешь? Никуда не... Я, собственно, тоже не тороплюсь никуда, но... Птицы такие интересные, белые, с чёрными крыльями. Ну, нельзя же так ехать, если тебе разрешено 55, а ты плетёшься 45. Ну, чё ты? Честное слово, дорога такая, так и шепчет. Нажми и взлети. Так что иногда бывают такие вот моменты, казалось бы, необъяснимые. Или, опять же, ты начинаешь сама себе объяснять и поражаешься, что, собственно, вот какая-то мелочь спасла тебе жизнь, не только тебе. Опять же, у меня каких-то страхов никаких не было. Крик, это... Крик, это... Крик, это ручей. Ну, хотя он на ручей не похож. Он больше похож на какую-то... На лагуну, что ли. Крик. Вообще, так много мистики в моей жизни было и есть, и наверняка ещё будет. Столько мистических историй случалось. И когда я была сейчас с Наташей в Калифорнии, мы с ней долго сидели, там тоже сплошная мистика, я сидела, слушала её, открыв рот. Какое небо там красивое. Мамочка моя, прямо фигуристое какое-то небо. Кручу камеры. Ну, что делать? Я держусь одной рукой за руль. Скорость, будем говорить, 100 км в час. И поэтому я уже как получится. Крутится, не крутится. У меня такое всё обрывистое получается. Я еду там увидела, там что-то увидела, там забыла, там начала говорить, что-то сбилось. Потому что... Ну, понятно, потому что за рулём мне надо pay attention to the road. Мне надо быть очень внимательной в дороге. И, понятное дело, мысли какие-то роятся, и то, и то хочется рассказать. И что-то вспоминаешь, и что-то начинаешь, тут же забываешь. Но это бывает. Это нормальная гулка у каждой. Опа, 45 миль в час. А я несу 65. Вот опять. Вот опять продажа машин, понятное дело, пользованных. Вот опять. Ой, сейчас вот тут я остановлюсь. Я что, домой что ли еду? Ой, господи, испугалась. Ну, молочу, я домой что ли еду? Может, не в ту сторону поехала? Ресторан. Сейчас я вот в этом ресторане остановлюсь. Боже, какая красота. Неужели я тут ни разу не была? Ха! Такого не может быть. Я во всех ресторанах здесь была. Harbour Box. Пойдём посмотрим. Может, пойти что-то перекусить в этом ресторане. Жанечки на водичку посмотреть. Не была я здесь. Это надо. Это вообще удивительно. Чтоб я не была в этом ресторане. Я потому что по этой дороге никогда не ездила. Джексон Вилли. Hidden treasure. Спрятанные, спрятанные сокровища. Пойдём посмотрим. Пойдём на него спрятаться. Только что такой был гром, жалко камеру не достало. Я думала, что земля раскололась. И такой долгий-долгий, такие отголоски пошли. Итак, hidden treasure. Пойдём. 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 Просто посети наш другой ресторан на Point Inland на Флаглер Бич. Посмотрим где-то на Флаглер. Ох, какие цапоры. Ох, какие цапоры. Бесплатные газетки, бесплатная реклама. А fine is a tax for doing wrong. A tax is a fine for doing well. Окей. Чего только, чего только. Пошли. Пошли. В первую очередь, конечно, надо проверить санитарное состояние, помыть ручки. Такие бочки там. Всё такое в этом. Hi. Good, thank you. Вот что-то черепок остался. Нет, я здесь не была ни разу. Удивительно. Ни разу не была здесь. Ха-ха. Класснёва. Ай. Нет. Есть не буду, потому что я только что поела. Но пивка попью. All you can eat. 12.95. Платишь весь день Tuesday. Fish fry. Не хочу. И тоже крабы. Господи, крабы. 30 долларов Wednesday. Ешь сколько хочешь. Сколько влезет. Вот такой старинный, престаринный. Почтовый ящик. Такой интересный. Letters. Письма. Вау. Сколько же ему лет? Наверное, 200. Прямо как музей. Каптан Морган. Класснёвский какой ресторанчик. Опа. Стоит мне. Честь отдаёт. Ха. Вот тоже всё старинное, престаринное. Сундук с драгоценностями. И там черепа чьи-то лежат. Очень плохо видно. К сожалению. Вот это всё металлическое. А вот эта вот соль такая, как страва для рук. Классная. Опять на него наткнулась. Опять испугалась. Уэс. 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 Ждите, пока вас не посадят. Не позовут. Ну, я не жду, пока меня посадят. И меня вообще сажать не за что. Начнём с этого. Ну, понятное дело. Так, пошли пройдёмся. Пошли просто пройдёмся. Пошли. Пошли. Посмотрим, где там водичка. Чьвони. 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 Вообще правильно говорить твенти. Твенти. Но тут так не говорят. Говорят тьвони. Тьвони. Ну, хотя, если вы скажете твенти, как правильно, тоже будет всё правильно. Ай, hidden, hidden, hidden. Blue angel. Голубой ангел. Ну, что, blue light, посидеть мне тут? Может, пивка попить? Вон, дождь подходит, подходит, подходит. Вот сейчас, сейчас начнётся. Ай, кайфуша какая. Вода такая тёмная, непрозрачная. Bad light. Bad bump. Я хочу посмотреть отсюда на тучи. Там прямо пробираются. Какой уютный ресторанчик. Обожаю вот такие вот рестораны. Вон оно, что творится. Вышла из этого ресторана, не словно хлебавшая. Не стала я пива пить, потому что такая сонная. Сейчас меня ещё кривко по голове ударит. Не хочу, нет. Хотя тут можно за руль садиться после бутылки пива. Дождик начинается. Это байк-паркинг. Мотоциклы. И велик, если кто-то на велике решил сюда приехать. Вот такой колодец. Колодец, колодец, дай воды напиться. Ага, напьёшься оттуда воды. Колодец. Вон какие стоят пароходные крепления. За них цепляют эти. Как? А дальше во ртовые. Я же, на конце концов, дочь капитана. Отец у меня был капитаном. Do not enter. Почему это do not enter? Я enter куда хочу. У меня спецразрешение. Мне не всегда можно. Ridgewood Avenue. Кто захочет сюда приехать, пожалуйста, welcome. Моя красавица машинка стоит. Поехали дальше. Дождь начинает. Включаем радио. Тут у меня мандаринки я по дороге ем. Поклёвываю. Сделаю с собой калочки. У меня там... Так, что у меня тут? Купальник валяется сзади. Ну, эта машина у меня как дом. У меня тут такой классический беспорядок. Всегда. Вот впереди меня RV Service. RV это... Это не реакция Вассермана. Единственное, что с нём положительное, так это реакция Вассермана. Давайте, проезжайте, да я за вами поеду. Это дома на колёсах. Вот такая вся одноэтажная Америка. Вот такая вся одноэтажная. Только в центрах городов могут быть высотные здания. И то не в каждом городе. Я хочу сказать, когда я приехала в Вашингтон первый раз... Оп-оп-оп. Чё вы так скрипите? Я, конечно, обалдела. Я думала, в Вашингтон там будет... Там такие домины будут высоченные. Ничего подобного. Манхэттен, Нью-Йорк. Не сравнится ни с чем, конечно. И опять же, Сан-Франциско. Дождик пошёл. В Палм-Косте какой-то дурачок украл на 3000 долларов шампанского и чикен какой-то там. Я слушаю новости. Три-по. Они были шампанг-ботлесы в их лотеи. Они также взяли 8-пец-брайд-чикен-диннер. Я не знаю, как много шампанг-диннер было, но 8-пец-брайд-чикен-диннер meals были valued at $8.00 апреля. Это номер один. Они взяли 47-потлесы шампанг-диннер. И это было около $2,834. $24.00. $24.00. Это было около $2.00. 47-потлесы шампанг-диннер. И я не знаю, как много. Я не знаю, как много. Я не знаю, как много. Я не знаю, что это шампанг-диннер. Это около $60.00. Это было около $60.00. Это не только Боун-Стравбарий-хилл. Они не были взяли с Национальный Трезмер, который был в Боун-Стравбарий-хилл. Они были взяли с Моэ. Ух, это хорошая. Они получили 29 бутылок в Моэ. Я не говорю, что это было. Я просто говорю, что это было не было. Но потом они получили шампанг-диннер. Ты еще не видел шампанг-диннер? Вы еще не видели шампанг-диннер? Я не знаю, что это было. На, правда. Сейчас я городу выключу и проеду. Проеду и выключу камеру. Итак, A1A, идем на A1A, поехали на океан, все, поехали на океан. И вот написано North A1A, ну там хоть South, хоть North, какая разница, я просто поверну на North, на север. Сейчас проеду еще один мост, вон он громадный мост, впереди виднеется. Давай, поехали, поехали, никого нет, поехали, поехали. MyFlorida.com, давай. Ну что ты стоишь? Ага, я теперь знаю где я, вот в этом ресторанчике я была. Ой, такой шикарный ресторан, тоже вкусный вот этот вот ресторан на воде, с правой стороны от меня, супер. И там официантки, им лет по 75, наверное, чаевые имеют, безразмерные чаевые имеют. Итак, сейчас поднимемся на мостик. Вот там вода, 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 и вот там вода, вода, вода. И на стекло падает вода, на лобобое. Так, поехали. Поехали. Вау, какой шикарный. Красота. Ну что, радио, пусть играет радио, потому что... Thunderstorms. Это гром и молния. Thunder это гром. Опять Нью-Джерси трейд крэш. Опять Нью-Джерси трейд крэш. И вот он уже океан, все. Вот уже острова океанские. Это должна быть где-то рядом с Дайтоной Бич сейчас. Лифт-драйвер. Как я иногда езжу на... Таксую. Ну, уже давно этого не делала. Таксую на Uber. И есть еще лифт. И вот лифт-драйвер, мужчина, который работал на лифт, как таксист, изнасиловал женщину. И вот сейчас они спрашивают, а есть ли он... Я вижу, это Starbucks, мы уже не надо. А спрашивают, может быть, там еще больше victims было, чем вот эта одна женщина. Они сейчас обратились к людям, кто пострадал, к женщинам, чтобы они о себе заявили. Потому что не каждая женщина заявляет о том, что она была изнасилована. Only, only, only. Only, либо прямо на пляж. Если ехать прямо, то выскочишь прямо на океан. South Atlantic Avenue. Интересно, конечно. Я обожаю эту трассу A1A, потому что она тянется вдоль океана. Какая же она живописная и красивая. Вот она на океан. Ай, какая красота. Дайтона-бич, вот уже Дайтона-бич, да. Шорс. Так, 35 миль в час, потому что тут очень много туристов. Обожаю Дайтона-бич. Вот это вот все дома, это все жилые дома. Ну, я еду 40 миль, понятное дело. Бич с Айвт Мотел. Тут гостиницы на Дайтоне-бич достаточно дорогие. Я много раз останавливала здесь и в гостиницах, и в мотелях. Но, наверное, раз 10 я останавливаюсь, может быть, раз 15 за все эти годы. Мы не можем принимать этот риск. Мы можем принимать этот риск. Автобус, автобус, это не за нас. Мы не можем принимать кандидатские коммуникации www.senateleadershipfund.org Фантазий Айвт Мотел. Здесь урт. Хаян Плейс. Истиница Хаян. Ну, давай, давай, пишай. Ещё немножечко дать он и пить. Место, конечно, очень красивое. Вот такие вот узенькие острова, длинненькие. Тянутся практически вдоль всего побережья Флориды. Красота и дождь. Такая дорожка мокрая. Дудьки такие висят. Мой, красота какая. Grab a pen right now. Возьми карандаш или там ручку сейчас и записывай. Это я перевожу. Та реклама. Они предлагают free book, бесплатную, бесплатную книгу. baby boomers. Бэйби бумерс. Клопа 45 ену. Чи-чи-чи-чи-чи. Чи-чи-чи-чи-чи-чи. Чи-чи-чи-чи. Мандаринку. Рот занят. Вот опять отельчики какие-то А вот это круглый интересный отель или просто жилой дом Обожаю такие круглые дома, это жилой дом Кондоминиум Пэк Лаза Вот с правой стороны я поворачу голову и всегда вижу океан Вот эти все дома смотрят на океан Говорят об авариях, которые случились сейчас в Орландо Каждые 6 минут Радио каждые 6 минут объявляют состояние дорог, состояние трафика Ну в смысле дорожного движения И аварии какие-то случились И говорят, что лучше где объехать, если там за турчик, за порчик и за аварии Вот гостиница, 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 понятное дело Вот где-то тут я останавливалась недалеко несколько раз Нет, не здесь, где-то вот рядышком совсем Помню этого носатого дядь Ай-Хаб, мой любимый мой ресторанчик Ай-Хаб Хиллари Клойтон Как она может управлять этой страной? Барак Обама выступает 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 Вот в этом я останавливалась в ротеле. Это выезд на пляж. Я останавливаюсь, сниму немножечко пляжик. Боже, как красиво, как все ухожено. Я всегда не перестаю удивляться, как все ухожено. Как все с умом сделано. Как все красиво, достойно, просто сказочно. И вот он океанчик. Сейчас я машинку поставлю, припаркую. Опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа. Получилось. Я остановилась на Public Access to the Beaches. Очень все красивое, как я уже много раз говорила. Все такое ухоженное, все такое чистенькое. Вот это туалеты женские, с той стороны туалеты мужские. Два таких домика интересных. Все так построено, как бы, hi, how are you? И вот тут обязательно я часто показываю дефибриллятор. В случае кому-то там, кого-то там, не приведи Господь, кому-то станет плохо. С тем, чтобы человеку спасти жизнь. Ну, кто умеет этим пользоваться, кто не умеет, не знаю. Но, тем не менее, вот такие вещи во всех магазинах. Ну, почти во всех магазинах можно видеть дефибрилляторы. Вот Family Room. Family Room, это если, допустим, вот один Family Room, второй. Допустим, если мама с сыном, чтобы она не вела сына в женский. Или папа с дочкой, чтобы он не вел ее в мужской ресторум. Понятное дело. Вот такие Family Room, чтобы мамочка могла спокойно и сама сходить в туалет. И сыночка. Ну, хотя туда можно захотеть и с детьми. В принципе, любой человек может зайти. Ну, как бы специально сделано с тем, чтобы для удобства людей. И вот на этих пляжах, вот видны машины впереди. На этих пляжах есть заезды. Заезд на пляж стоит сутки, по-моему, 10 долларов. Стоил, во всяком случае, раньше. Детская площадка, вот чтобы детки поигрались. Мягкое покрытие. Вот тут столики стоят и жаровни стоят. Можно поджарить шашлычки, что угодно. Прошел дождик, все еще гремит. Меня спрашивали, только что делала видео. Мне спросили, почему людей нет на пляже. Потому что гоняют людей с пляжа. Вон мальчик идет, кстати. Потому что очень частые случаи, что молнии убивают людей на пляже. Открытое пространство. И вот в прошлом году точно был случай, когда и в позапрошлом году был случай. Вон машины стоят. Можно приехать на машине. Вот сейчас они спрятались в машину, пока дождик. Дождик закончится и они выйдут из своих машин. Снова пойдут в море. Это Атлантический океан, это Флорида. Как я уже сказала, это Дайтона Бич. Потому что меня все еще спрашивают. А вот эти штучки, чтобы обмыться. Вот нижние штучки обмыть ноги. А вот на верхнюю нажимаешь. Душек для тех, кто хочет обмыться после пляжа. Хочет себя смыть песок, либо воду. Все что угодно. Итак. Я всегда говорила, насколько я поражаюсь красоте, чистоте, какой-то продуманности. Каждое место продумано. Вот это место детки тут играют. Там дырочки везде. И когда хорошая погода. Вот сейчас солнышко выйдет. И вот будут бить струи такие. Струйки такие, как играющие струйки. И детки здесь бегают. И кайфуют под этими струйками. Вот как много столов. Если вы с семьей приехали, можно поджарить себе сосиски, мясо, еду. Все что угодно. Прямо рядом с пляжем. Вон там еще большая беседка накрытая. Тоже для того, чтобы пообедать с семьей. Посидеть, отдохнуть. Красота. Красота. И вот я сколько буду проезжать, но не буду везде останавливаться. Практически каждый пляж. Вот этот паблик. Доступ к пляжу. Везде вот обязательно детская площадка. И вот такие вот столики. И всякое, всякое прочее. Ой, какая, какая сказка. Я офигею с Флоридой. Я просто, я думаю, что это самый красивый штат. Самый чистый, самый красивый, самый уютный штат это Флорида. И вот такое строение, казалось бы. Всего лишь на всего туалеты. Там маленький какой-то магазинчик. Где можно купить водичку и мороженое. И вот как оно все продумано, как оно все сделано, каким цветом все покрашено. Здорово, здорово. И вот там тоже пошли тенты. Тоже можно посидеть, спрятаться от дождя и перекусить. И вот такой красивый въезд. Как я много раз показывала, везде есть водичка. Потому что Флорида, жаркие штаты, не всегда у людей есть с собой вода. Либо, может быть, денег нет, чтобы купить воды. И вот всегда, везде, везде, это для маленьких, это для взрослых. Везде, везде вот такие вот стоят водопойки. Обязательно. Казалось бы мелочь, но забота о людях. Смолкин. Beach Animals. Вот крабы видны, звезда видна. Вот сколько разных крабов. Ракушки. А там гремит, а там получится небо молниями. Не успела показать. Все, поехали. Поехали дальше, потому что мне еще ехать и ехать, и ехать. Эти пляжи будет миллион мне по пути. Поехали. Такие просторные, громадные парковки для инвалидов. Вот для нас парковки узенькие такие, ну нормальные. А это вот такие широченные для инвалидов. Ну потому что инвалид может промазать, может быть, человек с плохим зрением. Ну хотя с плохим зрением навряд ли он рулит. Но, тем не менее. Поехали. Поехали. Разворачиваемся и вперед. И вперед на Джексонвиль. Насмотрелась молнией. На пляж, конечно, не пошла. Не хочу быть молнией убитым. И потом это надо переодеваться. А я пока немножко не настроена на переодевание и вообще на купание сегодня. Может быть, но не здесь, не на этом пляже. Так, чуть-чуть. Все говорят за этот трейн-крэш. Ну понятно, что это трагедия, конечно. Стоп. Это для меня стоп или не для меня стоп? Так что написано. Бэллаша Каунти, Бэллаша Каунти Кан… Не буду читать, ладно. Такой же Миракл, волшебство Вон можно на машинках покататься на маленькой карте Я перевернула на сторону, потому что когда у меня камера направлена вперед Отсвечивает небо, мальчик проходил же Он говорит, что этот трейн, этот поезд, он даже не затормозил ни капельки И подозревает, что это была террористическая атака Но это только подозрение пока Что там на самом деле случилось, неизвестно Он вошел в бомбер-блок в конце трека И потом вошел на конкурс Литерально, как в воздухе, according to eyewitnesses Я слышал бомбливую explosion И тогда трейн был прямо в front of me Он сказал, что это было хаотико, это было довольно ужасно Крис Мэн сказал, что он был более чем 100 метров От трейн, когда он слышал crash Все произошло очень быстро Через каждый из 100 метров Beach access, вот, выход на пляж Вот на столбике написано И вот там тоже что-то красивенькое такое А, я знаю, где-то я нахожусь Знаю, знаю Мы здесь были Мы здесь были в этом Тут у моей знакомой У нее тут Как это называется? Как это называется? Она временно может раз в году останавливаться Останавливаться в этой квартире Вот написано SR через точки A-1-A State Road A1A Вот эта A1A Она тянется вдоль всего побережья Атлантического океана От Майами И туда ниже, даже южнее Майами И до Нью-Йорка, и до Канады Но она где-то выходит, конечно, иногда там Иногда она выходит на материк Потому что где-то через какие-то там Как сказать? Вон выход на пляж Какие-то места Между какими-то островами нет мостов Поэтому она сворачивает на материк И потом снова выходит вдоль побережья Очки одела в очках темно А без очков немножко-немножко бьет все-таки в глаза И вот не знаешь, как лучше И вот еду, и везде Трамп, Трамп, Трамп Везде значки стоят Трамп Ни одного значка еще не видела Клинтон Только Трамп Вот опять Трамп Ух ты, ух ты, ух ты, ехала в лжу Сейчас начнется, сейчас начнется дорога Скорость 55 миль в час, а то и 60 Так пока 40 миль Вот эти все домики красивые Все смотрят на океан Красивые домики И с левой стороны у меня Вот поросшая лесом Опять же, там домов нет Там только все покрытое водой Орман Бич После Дейтонды следом Орман Бич Орман Баси Орман Баси Итак, вправо пошел океан Вот выходи на пляж, выходи, выходи на пляж Выходи на пляж Красота, я буду ехать вдоль океана, вдоль океана Красота, я буду ехать вдоль океана Так, лежаю в Флаглер Бич Вот видно написано Флаглер Бич Так, где-то тут сейчас начнется красота Где-то тут должен быть мой ресторанчик А нет, нет, не здесь, я ошиблась Какие волны Ой, красота какая Боже, какое небо красивое И сразу пляж И вот через каждые там 10 метров, через каждые 20 метров Вот такие деревянные дорожки, выход на пляж Красота какая Ну, вот тут, конечно, на пляже Жить достаточно дорого Потому что Очень дорогая страховка здесь Не знаю, насколько дороже, чем, допустим, у нас в городе Ну, понятное дело Там, где пляж, там может быть ураган Первые порывы ветра, первые удары, конечно Это могут повредить дом И само собой разумеется Поэтому самые дорогие страховки, конечно, вот на побережье Дома на побережье Понятное дело, как без этого Только что сказали, что вот этот tropical storm Matthew, он перешел все-таки в ураган Подтвердили уже Он уже достиг берегов Доминиканы Доминиканской республики Так, вот, скоро-скоро-скоро будет Будет мотель Геннадия Балашова Сейчас я должна его где-то увидеть Он сейчас в Киеве Я смотрю его видео, он сейчас в Киеве И вот сейчас, где-то с левой стороны Будет этот мотельчик Потому что, вот, не доезжая до этого пирса У него мотель Вот, там сразу будут видны флаги С правой стороны На белом Как сказать На белый такой Как сказать На пляж выходит Как это сказать Балкончик такой Типа балкончика на пляж выходит Кафе И вот где-то уже рядом, рядом, рядом Боже, какое красивое Какое красивое небо Какой красивый океан Потрясающе красиво Пусты Вот едешь по этой красоте И балдеешь Океан очень Очень Мелкий Поэтому пока дойдешь Пока дойдешь до Что по пояс было Надо идти, идти, идти 35 миль в час Вот я вижу флаги Вот они флаги с правой стороны Вот это вот Вот его беленький отельчик Но я уже останавливаться не буду Вот он его беленький отельчик Вот он Вот он красивенький Вот 5-10 флаг развивается Вот его отельчик Привет отелю Процветание 35 миль Все равно больше ехать не могу И вот самый центр Флаглер бич Это такие маленькие-маленькие городочки Но опять же только по побережью растянуты Потому что кругом вода Справа океан, слева Там тоже кругом вода, вода, вода Вот такие узенькие островочки И ну будем говорить Центр города Вот это и есть Флаглер бич 30 миль надо ехать Вот такой ребенок С такими белыми Бьющимися волосами Блондинистый Ванги Пеликан Или я хочу есть Или я не хочу есть Или мне остановиться Где-то вот тут в ресторанчике Или мне уже ехать дальше Не знаю На, поехали дальше До Санта-Апустина Мне осталось 32 мили Ну это где-то 50 километров А там уже рукой подойдалочки В Эстонии Сейчас у меня будет еще вкусный Красивый ресторан Под мостом Монтанзо Монтанзо с ривер Я наверное все-таки там остановлюсь Поем рыбки Все-таки есть хочется Что-то такого хочется Вкусненького Но опять же Чтобы было красиво А ресторан потрясающий Там где встречается океан с рекой Ой, какой красивый ресторан Просто слов нет Он какой красивенький Тоже барчик Симпотный такой Ну Далеко от воды Там видуха такая Там один вид стоит Миллион долларов Я только разогналась Такая дурочка Взяла нажала У меня было 55 Тут скорость 45 И проехала прямо мимо полицейского Думаю, ну все Сейчас он меня за одно место возьмет Я когда увидела полицейскую машину Конечно, я притормозила до 45 Сейчас еду вообще крадусь Но слава богу За мной не поехала Господи, пронесло Ой, боже, спаси, сохрани Ура! Повезло мне, провезло И вот пошли домики над океаном По над океаном И там были лейтскейпинги Такие красивые Не везде, конечно, но есть Сейчас я еще раз заеду вот сюда Сейчас Так интересно Я была здесь когда-то Тоже делала видео Вот здесь вот место специальное Куплена земля кем-то Не важно кем И вот, чтобы арендовать землю Поставить здесь там на неделю, на день Там на месяц даже Вот такой вот Мотор хоум Люди платят 1200 Во всяком случае, несколько лет назад Мы здесь были с Дугласом Вон, как много пустых мест И вот Видно, вот где стоят столики Это вот каждое место Вот это каждое место стоит 1200 в месяц А я с людьми разговариваю Говорю, вам же выгоднее было просто Приехать сюда, допустим Прилететь на самолете И Снять квартиру за такие деньги Даже дешевле Они говорят, нет, вот именно самый кайф Именно самый кайф Самая кайфуша Именно в том, что Ой, какое небо Вот мы сами путешествуем На этой машинке Как правило, они всегда берут Еще маленькую машину Либо какой-то мотоцикл С тем, чтобы На нем ездить, передвигаться А домик вот так вот паркуют Вот опять же машину взяли Допустим, трак какой-то Вот стоит без машины Вот этот домик оставили А сами на траке ездят Ну, такой грузовичок Вот такие большие мотор-хоумы Вот он раздвигается Он становится большой Внутри просто дом настоящий Там и душ У меня там есть много видео Мы ходили с Дугласом тоже На выставку этих мотор-хоумов Там уютно, там большая кровать Там телевизор, там кухня Там туалет Там все-все-все-все-все Вообще суперское место, конечно Суперское место Не передать И сейчас я заеду А я сейчас остановлюсь На секундочку Я сейчас остановлюсь На секундочку Сделать видео Отсюда, на паке Галюсечка, только для тебя Моя родная, любимая Вот какая красота Я еду вдоль побережья Вот эта дорога называется А1А Она просто идет вдоль побережья И вот можно выйти На любом из этих пляжей Красота просто суперская Я тебя очень сильно люблю Давай вот такие домики Здесь два домика Вот один домик Второй там еще стоит Такой домик, по-моему, стоит Тоже где-то по тысяче С чем-то в месяц Вообще, конечно, сказка И вот сразу выход на океан Все ухожено, все красиво Все сделано по части Сюда ставится автобус Вот это место у них для ходьбы Для лестничек Вот тут они У них столы Тут они готовят Подключаются к электричеству Вот везде электричество, вода То есть у них туалеты смываются И вот такой красивый пляж Невероятно красивый Обалденный пляж Вау Главный офис Там у них туалеты Там у них стиралка Я помню, я туда ходила И что-то там еще Для развлекушечек И вот через дорогу Видно беленький заборчик Я туда тоже заеду Там мобилхоумы Для тех Там можно поселяться Только людям Кому 55 и выше Это такие комьюнити Вот такие раздвижные Раздвижные просто комнаты Шикарные, конечно, вот эти дома Я сейчас приеду Вот здесь все-таки покажу Вот этот офис Где можно заключить с ними договор С ними можно связаться И через интернет Опа, опа Тут только Ну ладно Никого людей нет У меня за это одностороннее движение Ладно, меня за это Я думаю, ничего Стоп Ага Не с той стороны Ну ладно Тогда придется мне поехать Поехать развернуться Вот там И вот такой кусочек земли На котором, в принципе, можно было построить что-то Вот его просто оставили нетронутым Провели коммуникации Воду и электричество И вот так вот люди сюда приезжают И живут здесь месяцами Прямо возле моря Красота необыкновенная Шум воды И вот сейчас я поеду на ту сторону Вот Беверли бич Камптаун Эрви резорт Фреш кат кофе Холодное пиво Свежее кофе, пожалуйста Всегда можно купить здесь Ладно, поехали Registration camp office И там даже магазинчик какой-то Какой-то магазинчик с тем, чтобы купить По всей видимости, какие-то смаксы Ну, чтобы не остаться голодной Мало ли, люди ночью приехали А еда закончилась Я въехала отсюда Отсюда выезды Я отсюда въехала Ну, ничего страшного И вот я сейчас заеду в этот комьюнити Боже, как там красиво Там такая река с той стороны Обалденная просто Так А где сюда въехать? Ага, вот он Вот он Вот я сейчас сюда въеду Боже, какая сказка Это просто Это просто Как сказать Это просто рай на земле По-другому никак не скажешь Называется Это называется Surfside Estates Private Community Какая красота Вот это мобилдома Я тут Я спрашивала, сколько стоит такой дом Стоит 100-110 тысяч Ну, не столько потому, что это дом А потому, что Расположение Там океан С той стороны остался А вот с этой стороны река будет Обалденная Домики такие аккуратные Причем мобильные дома такие Они все красивые Я туда дальше не поеду Или поехать показать реку Ай, реку отсюда будет видно Я просто покажу, как все ухожено И вот говорят Вот мобильные дома Там люди типа живут Тут живут богатые люди Те, которые покупают эти мобильные дома Половина из этих людей Кто здесь Укол здесь свои дома Они, как правило Имеют дома где-то в других штатах И вот они их называют Их называют Snowbirds Снежные птички И вот они сюда прилетают На лето Там не на лето Не знаю И просто здесь живут И кайфуют От этого тепла От этой красоты Сейчас я покажу Какая тут река Боже И там выход на эту реку И там можно посидеть Покайфовать На водичке Половить рыбку И приготовить себе Свеженькую рыбку Зажарить Боже Вообще сказка Вот такие маленькие участки Все ухожено Все красиво Все вот так вот Выложено камешками И он мальчик Я древку ловит Вот между домами Вот так вот Красивенько Все убрано Тоже ухожено Просто супер Замечательно Трамп Вот опять Трамп И везде Трамп Я не видела Пока Хиллари Нигде Вот они ездят Покупают Такие маленькие машинки Для гольфа И они ездят Здесь вот По комьюнити Видно на пляжик выезжают И вот она пошла река Вот она пошла река И вот они Какие эти Беседочки Туда можно выйти Там можно рыбку половить И просто посидеть Покайфовать С газеткой Там с чем-то Сказка Просто сказка Поехали в эту сторону Вот там тоже мостик По этому мостику Можно пройти Вон там сидушки Посидеть там Покайфовать Очень красивое место Очень ухоженное Все И опять же Несмотря на то Как я сказала Несмотря на то Что это мобильные дома Они такие вот Шикарные Такие красивые Ухоженные Ни сориночки Ни пылиночки Не найдешь Вот между домами Такие вот расстояния Все ухожено Все Вот опять пошел Трамп Дальше Дальше туда Я уже не поеду Или поедем Вот у них тут Маленькие улочки И вот такой дом Стоит 100 тысяч С лишним Стоит Я бы например Такой домик Себе бы здесь купила Но смогла ли бы я Здесь жить Вот в чем вопрос Дело в том Что далеко от города И только одним пляжем Сыт не будешь И одной водой Ну конечно вот Если бы у меня было Пару лишних миллионов Наверное я бы Такой домик себе купила Вот именно где-то вот здесь Тишина Красота Просто тишина Красота Чистота Порядок Такое все красивое У меня просто слов нет Вот сказать Как все красиво Как люди умеют Вот так вот жить Красиво научились Как Такие же люди Как и мы с вами все Ну вот почему Откуда такой порядок Откуда такое вот Стремление к красоте И к чистоте Ну кто-то там Ловит рыбку Вот наловил себе рыбки И супер Правит property Ну какие все красивенькие Домики Домики разные Есть постарее Помоложе Все ухоженное Все настолько вылизано И думаешь Вот 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 и пожалуйста И слов у меня нет Капитан стоит Заглядывает Вот тут домики Такие немножко скошенные Тут ровненькие Тут тоже скошенные Вот у всех стоит возле дома Это вот маленькая Машинка Гольфовская И люди кайфуют от жизни Ухаживают за этими Маленькими участочками Украшают их Ну в общем Одним словом Сказка И в таком месте жить Конечно Сплошно удовольствие Через дорогу Перешел ты на океане Тут с этой стороны Тебя река омывает Где можно отдохнуть В тишине Подумать О чем-то о своем Рыбки наловить себе На ужин Вот чем не сказка Суперская сказка По-другому я сказать не могу Конечно я бы хотела Домик себе возле реки Здесь нет Возле дороги нет Ну наверное возле реки Домики чуть подороже Их офис Я думала уже кто-то позвонил И сказали Что подозрительная женщина Ездит и снимает Но слава богу нет Это не ко мне полицейский Не за мной во всяком случае Полицейский поехал Все выезжаем на трассу И поехали дальше Ну все Теперь поехали дальше Painters Hills Название городка Welcome to the Hammock Hammock это Тоже городок Тоже территориальная единица какая-то Шикарные конечно домики Выйти на балкончик вечером Смотреть на океан Супер Итак Washington Oak State Garden State Park У меня сюда бесплатный У меня сюда бесплатный вход Потому что я купила себе На все State Park Флориды Билет один за 64 доллара в год Поэтому Я сейчас приеду бесплатно Я просто на секундочку тут была У меня отсюда целое видео Красота тут невероятная Сейчас я покажу свой бельеф И проеду Так Короче говоря Здесь есть музей Красивый Тоже все это бесплатно Ноу паркин Ноу паркин Ноу паркин Оп 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 Сой 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 Видимо чуть-чуть не заметила 15 миль в час Можно здесь ехать По этому парку Тут парк в таких джунглях Джунглях И там с правой стороны Будет река И тут такие садики Красивые Но это надо выходить Из машины гулять Вот тут за этим Металлическим забором Красотулечка такая Ну если честно Я не настроена как-то гулять Или пойти может погулять Не знаю Сейчас Сейчас решу Что мне делать Боже какие красивые деревья Ноу паркин Онгресс Нельзя парковаться На траве Вот здесь еще Маленький магазинчик Со всякими Подарочными там штучками И вот сюда Можно поставить машины И пойти прогуляться Сейчас я поставлю машинку Все таки пойду прогуляю Чуть Вот такая красота Далочки успеют доехать Ну такая же красотулечка Что Просто грех не подышать Свежим воздушком И не полюбоваться Этой красотой Вот нарисованы дельфины Вот там река Я сейчас веду на речку Вот тут вот Розовый Розовый Гарден Вот тут такая Красивая штучка Тоже как бы плавают Всякие разные Разные Где музей Весь этот центр И где-то тут есть музей В общем пошли Пошли Солнышко немножко пробивается Заходим через ворота Там строительство какое-то началось Не знаю что это будет No pets permitted in gardens Никаких животных Не разрешено сюда заводить Странно что это такое строят Ну ладно Потом я Потом увижу Я тут второй или третий раз За свою жизнь Впереди видна река А тут вот Access to gardens Я обратно туда уже пойду Вот здесь находится музей Такой небольшой Ну если честно Я не любительница музеев Но тем не менее За это уже покажу Вот история этого дома This Riverside cottage was the winter home Этот дом был зимним домом для Овен Ди и Луис Янг У них на самом деле они жили в Нью-Йорке После долгого раздумья Они решили построить их Вашингтон-Ог-хом На этом банк Имеется ввиду на побережье Вдоль Матанзас-Ривер И с другой стороны Атлантический океан И мы не принимали очень много друзей Вот они старые фотографии Боже, как красиво Растение называется лисий хвост Фокстейл Опять Парта в спаниш Ленд гранд Ту Баутиста В 1815 году Дюрш-Вашингтон-реледед Дюрш-Вашингтон-реледед Унар-ферст президент Марит Хернандес Дотер Луиза Джордж-Вашингтон Родственник нашего первого президента Женился на Хернандес Какой-то Луизе В 1844 Они были They were given this land by Хернандес And remained here until Земля была дана этими Хернандесами И они жили здесь до 1856 года Старте И вырастили Плантации апельсинов Луиза Умерла в 1859 году И остался Джордж И вернулся в 1886 году Чтобы прожить здесь The rest of his life Прожить здесь оставшуюся часть его жизни В 1934 году А в 1934 году Это место купили Вот миссис и мистер Янг После смерти своего мужа Она передала эту землю Стату Флорида Бесплатно Вот так ходим вовнутрь Прохладненько Так уютненько Это из ракушек сделано Ракушки вот такие здесь Вот я пушнула Это вот он говорит Чтобы слышать его голос Вот он Ремаркабл гифт Ладно, я быстренько-быстренько пробегусь Вот фаерплейс Телевизор старинный, престаринный Классно, конечно И вот можно здесь посидеть Расслабиться И полежать И вот посидеть И пожалуйста Никто слова не скажет Какого ты хрена здесь развалился Или развалился Ладно Это все очень красиво Пошли отсюда Я могу выйти? Да, могу выйти отсюда Все, спасибо большое Пока-пока-пока Спасибо этому дому Пойдем к другому Тут уже место для посиделочек Туалет для мужчин Для женщин, понятно Тут для женщин Где-то для мужчин Я искать не буду Потому что мне это не надо Я не мужчина Пойдем выйдем Ой, как красивый Вот это Матанзас Ривер Ой, какая красивая река И сейчас вон солнце Выблескивается Выблескивается На воде Ой Ветерочек такой приятный Вот я совсем одна В этом парке Там одна машина стояла Вот пожалуйста Вообще никого Ни одного человека И в прошлый раз Я приезжала Тоже ни одного человека Не было Ну потому что тут Стейт парков Миллион Во Флориде И стейт парки И Нейшнл парки И просто парки И чего только Чего только Боже, какая красота Абсолютно безопасно Но во всяком случае Я ни разу не слышала Ничего подобного Чтобы в парке Что-то могло случилось Опять же Вот эти же ровни Сюда можно прийти Самой Либо с семьей Либо с друзьями И пожалуйста Сказочное место И одноразовая плата Сюда 5 долларов С машины Фишклининг То есть Нельзя Чистить рыбу На этих штуках Чистить ее можно Только не на этих штуках Рыбу можно ловить Имеется ввиду И вот мне туда Дальше, дальше Ехать, ехать, ехать Ой, какая красота Боже, боже, боже Они же ровни Все чистенькие Ни разу Никто им и не пользовался Пошли дальше И вот тоже чистющее Ни разу Никто не пользовался Людей здесь мало Конечно Я же говорю Тут так много парков Что все это Обойти невозможно Вот я одна Одна, одна Сейчас как выскочит Какой-нибудь медведь Не навстречу А медведи здесь Навалом, если честно Ну, как-то буду с ним бороться Если выскочит Что делать? Вон они, какие лианы Вон они Только не хватает Этого Тарзана У-у-у Лианы висят на дереве Выход на речку Ай, красота какая И вот пошел Розовый сад И хоть там какой-то Дяденька ходит Я хоть не одна И тетенька У-у Мне аж полегчало Одна Совсем одна Совсем одна Вашингтон Плейс Старинные фотографии Как они здесь жили Это что такое? Не знаю Хоть бы туда не провалиться Что ж там может быть? А там вода зеленая Оттуда я вышла с речки Пойдем Пойдем, пойдем Розовый сад запахи It's a beautiful place Итак, пошли Розочки, розочки А там дальше будет Тоже водичка Вот люди за этим ухаживают Ай, как пахнут Боже, как они пахнут Ой Ой, какая сказка Просто сказка Барина Родилась в 12-м году Умерла в 10-м Ну, 98 лет прожила 9-й год 2000-й год Мэрит Вот они вдвоем поженились В 2004-м году Тут в Америке Вот это вот Очень модно Как бы Увыковечить свою память В таких вот Кирпичиках Хорошо, что я сюда все-таки зашла Потому что еду, еду, еду Никуда не захожу А это неправильно Опять же, все такое ухоженное Все такое красивое Все в таких цветах Птицы поют Сверчки поют Вот эти висюшки Называются Спанишмус Испанский мух Но они не причиняют Никакого вреда Деревьям И вот пошла Пошла Водичка Водичка, водичка Умой мою Опа, нету водички А тут была водичка Все это было в воде И рыбки плавали В прошлый раз я приезжала Какое дерево Шикарное просто Шикарное Поросшее мухом Не мухом А растениями Вот эти Спанишмус Висюльки Эти божие Как в фильме Как он называется Фильм Туда уже не пойду Ладно Туда уже не пойду И у нас здесь Как я много раз говорила Нет комаров У нас нет мух Крайне редко Можно встретить комарика Либо мушку Я не знаю Чем тут опрыскивают Поливают Но Нет Можно спокойно ходить И не быть покусанной Так ладно Пошли на выход Пошли на выход Так Выход Выход из этого сада Пойдем И кругом Дикие Дикие джунгли Боже Какая красота Дерево Вон свалилось Верхушка Подкосилась И свалилась И все Опять же В лианах Коротенькое путешествие По Стейт парку Закончено Только что позвонила Аллочке Они меня уже ждут Мы разогреваем Я говорю Ничего не разогревайте Я еще Пока доеду до вас Я еще тысячу раз Куда-то загляну Я же так не могу Просто ехать по дороге Мне надо везде Свой нос Всунуть У меня машинка Одинокая стоит И вот эта машина Видим Вот эти люди Мне встретились А там уже рабочие Машины Где только что было Вот это Атлантический океан Я заехала Вот сюда Проехала И вот он Вот это Матанзас Матанзас Ривер Гифт шап Из парка Это свидание Парк Вот сейчас я выйду На дорогу И сразу попаду На океан Собственно Отсюда Вот даже есть Выход на океан Именно с этого парка Как продолжение Этого парка Вот если прямо Поехать туда Вот туда Вот прямо Поехать Можно выехать На океан Ну это совсем Рядышком Но я уже не поеду Мне уже как бы Это не надо Так Не там Не там Никого нет Поехали Вот он океан С левой С правой стороны И сейчас Начнется красота Сейчас я выйду У меня с левой стороны Будет река А с правой стороны У меня будет Океан Боже Какая сказка Вот это кондоминиум Тут люди Просто живут Это не гостиница Сейчас будет мостик Девчонки Кого вы ждете? И вот начинается мостик Вау 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 65 миль в час Стар Красивущие А нет Еще придется Немножко проехать До реки Немножечко Да совсем Вот опять пошли Домики По над океаном Подзабыла Это Мариналенд Начался Welcome to Мариналенд Вот Мариналенд Это тоже Выход на пляж Вот он Public access to To the beaches И вот тут Есть громадный Бассейн Где можно Искупаться С дельфинами Поплавать Вот он Беленьким заборчиком Огорожен Вот он Я тоже там была У меня отсюда Есть видео Место конечно Шикарное Но это стоит Очень дорого Вот оно Вот оно Это место Вот здесь Паркуйтесь И вот там Большой Большой Громадный Просто Ну достаточно Большой Бассейн И там Очень много Дельфинчиков Итак Сент-Джонс Каунти Энтерин И вот Начинается Мост С левой стороны Уже отсюда Видна Матанзас Ривер И вот тут Домики Такие Ой Я там тоже Проезжала Отдельно По этой дорожке Когда-то Тоже делала Видео Такая Красота И вот сейчас Проеду этот мостик И сейчас Откроется вид С левой стороны Боже Река Бескрайняя Просто Красота Невероятная Вон сколько Воды И вон она Вон сколько Воды И вот она Река Вот она Красавица Вау И вот По таким местам Ехать Конечно Сплошное Удовольствие Я тут Тысячу раз Уже ездила И все равно Все равно Меня сюда Тянет И тянет И тянет Сказочные места Просто Сказочные места И сейчас Я остановлюсь Там В ресторанчике Где можно В этой Матанзе Искупаться Матанза Сливается С океаном Эти домики Тоже Обалденные Просто стоят На берегу На куриных Ножках Не обгоняй Это место Так называется Интересно Сейчас Как оно называется Welcome to Summer Heaven Summer Heaven Вау Это что такое На дороге Валяется Вот такая Вот заквазочка Сейчас будет Еще один мостик Я его До въезда На него Будет ресторан Я там Остановлюсь Хоть меня Аллочка И ждет С едой Но я все-таки Где-то в ресторанчике Перекушу Потому что Дома Это дома Но здесь Я вообще Очень люблю Когда я езжу Я люблю Где-то Вот остановиться На вкусняшку На какую-то Особенно С видом Интересным Такие Писклявые Такие Крикуны Ты санды Джанни Матанзас Живая музыка Будет Итак Пошли в ресторанчик Тут можно посидеть Отдохнуть Тут похурить Можно Пошли Тук-тук Барчик Так Надо пойти Проверить Санитарное состояние И Хай 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 И пойду На улицу Сяду Там что-то Перекушу Я уже Тут все знаю 14 августа 45-го года Сколько Вам ноги Туалетник Пожалуйста Если вдруг Не кодюг Да-да-да Такой Симпутный Такой Туалетик Солхатый Девочка Girls rule Там кто на туалете На двери нарисованы Мэйнхавдэ Популяйшн Ванкуватр Забринс Половина популяции Это мужчины Но у них четверть мозга Сдеваются Сейчас я пойду посмотрю Она спросила Хочешь ли ты что-то пить Я наверное Все-таки пивка возьму себе Потому что По такой красоте Грех не выпить пива Не посидеть Не расслабиться И вообще Я буду такая Одна в гордом одиночестве Здесь В этой красоте сидеть Можно туда Прямо на бережок Сесть Ой как здорово И вот там у меня Есть много видео Мы там купались Плавали Вот пожалуйста Вот сразу океан Вот это Я заказала себе Талапию все-таки С френч фрайс Она шла с бинцами И с рисом Говорю нет Ни бинцов Ни риса Я говорю Замени мне просто На френч фрайс Так Взяла пепельничку И пошли сядем И будем кайфовать Какая красота Ого Кого-то он там Такого тянет Во-во-во-во Вот это да Вот это да Прямо на Прямо на какой-то Веревке тянет А что же это интересно будет Ну-ка 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 Давай Давай Посмотрим Давай Я не могу Ближе приблизить Давай уже вытаскивай Давай уже Ого-го С какой силой он тянет Надеюсь Не дельфина ты поймал Вау Нифигасе Рыбешка А что это такое Вообще Это сеть Господи Сеть с рыбой Тю Это сеть с рыбой Да Я думала Дельфина тянет Вот забросил Старик сеть И выловил Золотую рыбку Молодец Молодец Дли мне мою Талапию Тилапию Вот девочка Пиво мне несет Ура Can I get my beer? Yeah, I'm sorry That's okay Just changing the cake out Is that good? You need anything Tartar sauce and ketchup Thank you Thank you Yeah, thank you so much Это моя Талапия Вкусняшка Такая Два кусочка Жареная на гриле Ой, как я люблю Это салатик Огурцы такие Я не ем Пусть они сами их едят Сказка Просто сказка Соли немножко надо А где же соли взять? Ой, принесли Мне пиво Холодненько Какая сказка Так, будем здоровы все А птицы сидят, ждут Пока Я пошла за солью Смотри, они уже Смотри, они уже клюют У меня с тарелки Картошку Хитренькие такие И вовремя успела Сохранила свою виду И вот видно, как океанские волны Проходят сюда в реку Иногда такая большая Большая волна набегает Не успела снять И вот эти волны Идут, идут, идут И там вот получается Кор лесене такое Ой, соль Там вот получается Вон видно, как сплески Морская вода Соединяется с речной Вон пошла волна Вон она пошла Прямо вот он сразу Вот это вот уже Океанский берег Под мостом Опять тянет Опять тянет рыбу Ну-ка посмотрим С какой у тебя сейчас улов Давай, давай, давай Много домой жене рыбки принесешь Молодец Молодец Как я люблю рыбу В любом виде Только не сырую, конечно Капитанская дочь Собственники ресторана Дайпона Байквик Два раза в год Здесь, на Дайпоне Недалеко отсюда Для потребителей Это может быть большой риск Когда вы едите живых ойстерс If you have chronic illness in the liver Stomach or blood Короче говоря, осторожно Я вообще боюсь Жду пока мне девочка Рассчитаться с ней Я потихонечку делаю Коротенькие видео 21.80 Пиво стоило 3.50 Ну, дам 25 Очень было вкусно И в этом дому Ой, как я вкусно поела С таким удовольствием Просто Ну, удовольствие дороже С удовольствием дороже Понятное дело Итак, выезжаем из ресторана Ой, как я поела вкусно А я выпила большой такой стаканчик пива Я попросила у нее маленький принести Она мне принесла большой Но я чуть-чуть не допила Потому что все-таки я за рулем И понимаю ответственность Ну, хотя, как я уже сказала Здесь, в Америке, разрешено Выпить бокал пива А то и даже два Sorry, 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 sorry Вот он, океан сразу пошел И вот она, матанца справа С левой стороны Справа океан И вот они вместе Там, где сливаясь, а шумят Обнявшись, будто две сестры Струи Арагвы и Куры Так и здесь Сливаясь, а шумят Океан И матанца с ривер Хочешь, чтобы я быстрее ехала? Ну, поехали быстрее Поехали Вопросов нет Не буду уже останавливаться Вот здесь я, с левой стороны Здесь есть парковка Можно остановиться И по цветам плаваться там Но я уже не пойду сейчас Уже поздно Уже время 6 часов Мне пока до Аллочки доехать Еще часа, наверное, полтора Мне надо ехать Поэтому я Уже поеду Завтра мы с ней Можем на пляж съесть Пока Тоня будет в школе 55 миль в час Можно ехать 60 Но красота неописуемая И, честно говоря, даже не хочется лихачить Хочется просто ехать И кайфовать от этой красоты Сзади машина меня поджимает Ну, поэтому мне надо немножко Немножечко мне нужно прижать Чуть-чуть нажать на газ Ладно, 60 миль, поехали Я больше, я быстрее ехать не буду Хочешь меня обгонять Даже не проси меня быстрее ехать Боже, какая была вкуснота Вот когда на природе сидишь В такой красоте Вода, чайки летают Боже, эти волны С океана заходят на На эту речку Ну, речка трудно Это река Какая красота Улечка, боже Вон она, река с этой стороны Моя сказка Ладно, буду сейчас петь Причем музыку буду подпевать Так, 45 45 стоит Подъезжаю уже к Сан-Августину Сан-Августин Самый, наверное, старинный город здесь Во Флориде Вот я вижу уже маяк Вот черно-белый маяк Welcome to St.Avgustin Я возле того маяка тоже была не раз Тоже оттуда есть видео И вот оно беленькое здание А там что там? Аллигатор фарм Аллигаторская фирма Ну, там тоже очень интересно Я тоже там была когда-то Уже не помню Что ж там такое было Надо вспомнить Но точно там И вот это Несмотря на то, что это уже Сан-Августин И все равно это еще Как бы приближать Я только приближаюсь К центру города Который является историческим Сейчас я перееду мостик И начнется такая красотища Конечно Его надо облазить То ли поперек Потому что невероятно красивый Я отъезжаю на этот мост Красивый Он тоже разводной И этот мост Через Монтанцес Ривер Тоже проходит Океан немножко туда Правее Солнце так светит в глазах Ой, как светит солнце в глазах Ай, какая сказка И вот он Вот он сам город Старинные яхты какие-то И тут крепость История крепости тоже интересная Но кому надо находиться Потому что я рассказывать не буду Я особо историю не полюбляю Сейчас мимо этой крепости Пройду В каком-то 1400 году До она была построена 15 век Начало 15 века Итак, эй, вон, эй Мне сюда Задницу немножко уберите Пожалуйста Спасибо большое И тут сейчас Вот она самая-самая Историческая часть города Красота Красотка в личке Так только будет Можно ехать Можно на лошадке Простаться Стоять 25 минут в час Очень красивый городок Очень уютный Очень просто Невероятный просто Какой-то городок И вот они стоят Кареты Можно на время стать Царицей Либо королем И покататься Вот на этих каретах По всему городу Это прикольно, конечно Во-первых, по городу ходить Город будет небольшой Но тем не менее Тут ездят Вы можете 20 долларов Заплатить И на целый день И покататься На специальном трамвайчике То есть садиться Пересаживаться Вот она Крепость Паркувочка 25 миль в час Но я еду 20 А позади Как красиво Все залито Лучами солнца И по-другому Совсем смотрится Более интересно Вот она Вот эта старинная крепость У меня тоже Оттуда есть видео Мы там были С Дугласом Вдвоем И одна Я там несколько раз была Вообще Люблю этот город Поехали Тут есть музей Старинная тюрьма Такая прикольная Там можно одежду Купить тюремную В полосочку Я когда-то на себя Ее примеряла Вот сейчас я подъеду К этой старинной тюрьме Тут вот Музей Белеви Турнот Дурацкий музей Совершенно дурацкий Не советую никому Ходить туда У нас в Армаде Тоже такое же есть Вот эта вот станция Трамвайная Вот они Трамвайчики ходят Вот они 20 долларов Долларов платите И целый день На них катаетесь С пересадками То есть где хотите Там и там и выйдете Куда хотите Там снова зайдете Сядете Надо очень аккуратно Ехать Потому что тут Даже вот в такое время Очень много туристов Сейчас я подъеду Здесь есть Озеро Офьюз Озеро молодости Я тоже там Когда-то Делала видео В прошлом году Или в этом году Я уже не помню Боже, как интересно 25 дней в час Я иду 25 дней в час Ну где-то Сейчас будет направо Мистичка, конечно Фантастическая Ну и где ты? Где ты? Дабл триоты Триоты Ну где ты? Я тебя что-ли уже проехала Вот Олд Таун Олд Таун Называется это место Сейчас я к нему подъеду Прикольный Такой этот Олд Таун Старый город Так называемый Где-то вот этот Вот оно Фонтан Юс Фонтан Юс Вот он Вот он Я туда въезжала И вот он Олд Таун И вот тут старая тюрьма Вон они Тюремщики Везде В этих костюмах Прикольный Ой, надо было заехать Вот они Тюремщики Даже стоят Надо было заехать Но что-то я не подумала А если я отсюда заеду Конечно, попробую Вот оно Да Да или не да Или да или не да Место, конечно, потрясающее Надо будет вернуться назад Но возвращаться-то не хочется Нет-нет-нет Все правильно Все правильно Да-да-да-да-да-да Сувенирный магазин Да Вот она старая тюрьма Такая прикольная Вон сидит этот Сидит Убежалась из тюляги И вон женщина Ходила в этой рубе Она тут работает Вот она старинная тюрьма Покупаете билетик Ой-ой-ой Я что-то не туда что-ли заехала Сейчас-сейчас-сейчас Сейчас я вокруг проеду Сейчас вокруг проеду Тут тоже ходит Вот этот трамвайчик Вот трамвайная станция Троллей-депорт На самом деле Это не троллейбус Хотя написано троллей И вот она Флорида Heritage Museum Вот эта розовая Это старая тюрьма Вот это тоже музей Классневый такой Приклассневый Вон она женщина идет Вон она в костюмчике В рубе В рубе убежала Убежала из тюрьмы Ха-ха-ха-ха Какая прикольная Ой, как хорошо, что я сюда заехала И вот такую форму можно купить Ну не форму, а тюремную форму Вон она встает И тут какие-то шоу бывают интересные Мистери-шоу Мистика сплошная Так, поехали Опять пацаны Землю трубят Вот трамвайчики Опять же вон каруселька впереди Ну все Сейчас я, наверное, выезжаю на 95-ю Что мне уже по берегу ехать Или на единичку Ой, на единичку я выйду На A1 И по ней уже калочки Недалеко уже осталось Миль, наверное, на 15-20 Да, вот она, единичка, все И сейчас по единичке прямо-прямо-прямо И до самого до Алочкиного дома Итак, последние, последние черточки От этого, от Сан-Августина Форт Менендес Все, сейчас я все это проеду И начнется самая обычная дорога Без пушек, без таких заборов 25 миль в час, все еще Теперь соединяется в ИЖ This is only the test Это просто тестирует Вот таким вот образом И когда рычит радио Это предупреждает о плохой О возможном урагане Либо там Плохой погоде Либо торнадо Либо что-то Такую красоту Ворота были в Сан-Августина Все, 45 миль 45, там и 50 Поехали А потом будет 65 миль Сейчас можно будет гнать Красота Боттермонт Опять говорят International Coffee Day Про Макдональдс ничего больше не сказали Международный день кофе Ого, 2.39 бензин Только что смотрела 2.05 А тут 2.39 Такая разница 34 цента А это уже аэропорт Сан-Августин Поля такие безбрежные, безбрежные Так, ну вот и все Выключаемся Это все аэропортовские помещения Проезжаю на Кати На Кати, на Кати Но Кати Я черемяк А, Аллах, Кирилла Давай Поехали на Кати На Кати Давай на Кати Такое выражение у нас было В Советском Союзе Потому что давай выпьем Столи тоже не пила И поэтому все эти Растеряла все эти Названия и примочки Так, почти на месте Почти в Джексон-Вилле Так, почти, почти, почти А там солнышко красивое Закатно Ура! На месте Вот это комьюнити Мобил Хоум Тоже чистенькая, аккуратненькая Достаточно чистенькая, достаточно аккуратненькая Не сравнительно с тем, которые я видела на побережье Но тем не менее Люди живут здесь круглый год А там люди живут несколько месяцев в году Поэтому, конечно, так и отличается Но все равно Все чисто, аккуратно И здесь Лейтс Кемпинг Лейтс Кемпинг Ой, Лейк Господи Лейтс Кемпинг Че это я? Че это я? Все Ура, ура, ура Я на месте И вот в 7 часов вечера я только приехала Хотя выехала Наверное, в 10 утра Вот так долго ехала Хотя можно было за 2 часа доехать Мое любимое Привет, мой дорогой Привет А чья это машина синяя? Это у нас соседи А, понятно Я иду